Друзья, мы скоро начинаем, а пока не забудьте подписаться и поставить колокольчик. У нас каждый день выходят новые аудиокниги и лекции наших официальных авторов на десятки интересных и полезных тем. Только авторский контент, избранная классика мудрости прошлого и современности, в исполнении лучших голосов русского интернета, а также жаркие дискуссии и самое большое сообщество развивающихся людей, теперь реальность. Присоединяйтесь, не забывайте про лайки, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала. Все ссылки будут в описании. Всем добра, любви и мудрости. А мы начинаем. Отождествляйтесь с тем, кто сознает тело. В одной клетке астрального тела комфортно устроилась вся вселенная. С закрытыми глазами вы видите темно-синюю Кханаш-Яму и тень астрального тела. Только божественный ум необычный может понять это. Это и результат глубокой медитации. Вам должно стать очень ясно, что вы не индивидуум, а бог. Тогда отождествления с телом и ага исчезнут. То, чего нужно достичь, уже здесь, но необходимо медитировать из-за загрязнения ума ищущего. Ваше сознание – это то, что заслуживает самого большого почитания. А в абсолютном смысле нет ничего, кроме параматмана. Что такое рождение, как не начало трёх качеств – сатвы, раджаса и тамаса, испытываемых человеком? В параматмане нет двойственности. Вы переживаете её из-за своего отделения от него. Ваше сознание – это качество сатвы. Только параматман узнаёт своё существование благодаря вашему сознанию. В параматмане нет концепции хороших или плохих поступков, в которые вы обычно верите. Эти идеи отделяют его от вас. Спать, просыпаться, мочиться – контролируете ли вы подобное действие? Тогда почему вы чувствуете гордость делать что-либо? Наше чувство себя, как отдельного индивидуума, возникает благодаря Майи. Оно нереально. Вы превратились из ребёнка в молодого человека, а из молодого человека – в старика. Что вы такое на самом деле, что неизменно? Есть ли кто-то или что-то, что может быть с вами всегда, включая вас самих? Вы слышали, что вы не тело. Но это должно стать вашим собственным прямым опытом. И это истинная реализация. Когда мы говорим, мы обращаемся не к телам, присутствующим здесь. Когда вы говорите, вы тоже должны забыть своё тело. Нет ничего плохого в том, чтобы заботиться о теле, даже если вы им не являетесь. Но вы должны познакомиться с тем, что уходит в конце. Вы не тело, а его сознающий. Действуйте в мире с истинным знанием, что вы чистый свет в теле. Различайте, являетесь ли вы тем, кто сознаёт пространство благодаря вашему свету. Или вы сознаёте своё существование благодаря пространству. Замечаете ли вы какие-то пятна или недостатки в том свете, благодаря которому видите? Вы видите какие-то дыры или разрывы в бескрайнем пространстве? Разве свет вашего видения не света Атмана? Этот свет занимает всё пространство целиком. Это цвет мужской или женский? Ваше тело умрёт, но как может умереть этот свет? Вы когда-нибудь видели труп света Атмана? Тогда почему бы не попытаться подружиться с тем, что бессмертно? Этого знания, полученного от Садгуру, достаточно, чтобы освободить вас. Чем тут могут помочь мантры и самоограничения? Тот, кто помнит эти слова и их смысл, достигнет совершенства. Данная вам мантра напоминает вам о том, что Бог не вне вас, а внутри. По сути, он и есть вы. Когда вашей формой становится Бог, и вы больше не считаете себя телом, можно сказать, что вы поняли Куру правильно. На самом деле вы всегда истинное Я. Не нужно им становиться. Всё происходит благодаря истинному Я, включая ваше пребывание здесь и слушание. Простанство очень тонкое, но у него нет никаких разрывов и дыр. Глубокое синее, видимое без помощи глаз, такое же. Вы видели Акханашьяму? Вы разверли убежденность в том, что вы само это сознание. Когда глубокий синий или черный исчезает, это сверхосознанное состояние или самадхи. В синем находится бесконечная вселенная. Нет большей удачи, чем обрести знание себя в результате полной веры в Гуру. Довольство других воображаемо. Акханашьяма вас не может помочь грешнику, который верит в то, что он тело. Хотя он и самый лучший ваш компаньон до самого конца. Если хотите почитать кого-то, почитайте своё сознание. Самореализация может освободить вас от всей боли. Если кто-то запомнит эти слова и поразмышляет над ними, он неизбежно достигнет Брахмана спонтанно. К чему терять время в тюрьме концепций? То, что мы называем воплощениями, происходит спонтанно. Это не запланированное событие. Грехи и заслуги не отдельны и не независимы, а взаимозаменяемы. Грех может обратиться к благим деяниям и наоборот. Предположим, некто накормил тысячу брахманов, чтобы получить религиозную заслугу. Случайная еда оказалась испорчена и все умерли. Так заслуга превратилась в грех. Все явления связаны временем и однажды исчезнут. Что тогда останется? Наша вера в Ишвару длится, пока мы живы. Я вне времени, так зачем он мне? То, что Ишвара знает меня, или я знаю его, – лишь слухи. Даже он – концепция, связанная временем. Мое существование безупречно, вечно, свободно от желаний и концепций. Но вдруг возникает концепция «Я есть» и с ней весь мир. Это подобно тому, как царь во сне прожил сто лет нищим. Только по пробуждению он опять царь. Это существование тоже краткий сон, в котором кто-то почитает меня, а кто-то ненавидит. Но я всегда целостен, ничто на меня не влияет. Я не беспокоюсь о том, как долго продлится это тело. Мое истинное состояние может быть описано только относительно. То, что не знала я есть, узнала это. И без причины я находился в этой воображаемой тюрьме 81 год. Если люди решат, что я не подхожу для посещений, я получу отдых. И в признательность только сокращает часы моего отдыха. Было время, когда вы не знали о своем существовании. Затем внезапно и случайно возникло ваше бытие, и с ним этот мир. Чтобы увеличить интерес к жизни у посетителей, я говорю им делать что-то, что им нравится. Что такое смерть, как не уход праны и отпадание тела? Кто был там, кроме дыхания жизни, которое ушло? Когда праны нет, нет никого, чтобы представлять себе настоящее, прошлое или будущее. Однако люди совершают религиозные обряды на благо ушедших. На самом деле, некому получать это благо, кроме религиозных бизнесменов. А те просто так зарабатывают на жизнь. Кто в этом мире учит вас быть хорошим и честным? Этот проповедник – майя, величайшая обманщица. Из-за нее у вас есть ваше бытие и отождествление с телом. Пространство – это тело вашего сознания. Сначала есть свидетельствование бытия, затем свидетельствование мира. Бытие или чувство бытия возникает в пространстве осознавания, или чидокаши. Асана – это йогическая поза. Самая прочная асана – убежденность в истинном «я». Это относится к мудрецу. Что бы он ни говорил и ни делал, он всегда есть истинное «я». Занимаясь обычными делами, прочно оставайтесь в своей духовной асане. Такие слова, как вспоминания, приязнь, любовь и преданность, приложимы к самому вашему сознанию. Чистое сознание знает, что существует. Это знание бытия – наше собственное, не заимствованное у других. Оно пришло без нашего ведома. Мы ничего не делали до этого. Передавать духовные знания кому-то, кто тождествен с телом – пустая трата времени. Это только усилие тега. Будьте твердо убеждены в том, что сознание, которое слушает, и есть ваша форма. Мирская деятельность продолжается, благодаря вашему энтузиазму. И чтобы поддерживать ее, требуется еще больше действий. Я вижу всех вас, как само нерожденное. Сознание рожденного и нерожденного – одно и то же. Единственная разница – для нерожденного оно безгранична. Медитируйте на сознание, которое находится в теле, но не является телом. Оно невидимо, но делает видимыми другие вещи. Только если у вас есть вера в гуру и его слова, вы будете почитать веру в я есть или ваше сознание. Без веры вы не можете принять мои слова. Я вижу вас так же, как вижу себя. Я бесформен. Как я могу гордиться происходящим вокруг меня? Для джиняни нет никакого мира, а все, что видится иллюзорно. Тело – это ваша оболочка, но не ваша форма. Вы – сияющие сознание внутри. Благодаря сознанию вы считаете себя кем-то, но знающие сознание не имеет желаний. Он целостен во всех отношениях. Поскольку нет ни формы, ни цвета, знающего нельзя заметить. Название одной из вед – рикведа. Это означает «веда» или слово «больного». Поэтому мир больница, наполненная больными. Ваше сознание болезненно. Это маха-майя или великая иллюзия, которая искушает всех, чтобы держать самопознание на расстоянии. Все эти слова возникают из беспокойного сознания, поэтому они не могут быть свободны от болезни. Только когда вы освободитесь от слов, вы сможете избежать этой болезни. Если ваша вера в слова-гуру сильна, вы получите знание себя, прочное и неизменно. Из вашего сознания вышли четыре веды. Даже случайные высказывания джиняне глубоки, как у панишады. Вы можете попытаться приложить максимальное усилие, но результаты будут зависеть от судьбы. Поскольку вы уже целостны, ничего не нужно делать, кроме осознания того, что вы не мужчина или женщина, что подобно самоосуждению. Каждой форме дается имя из практических соображений и для лучшей коммуникации. В Гималаях есть аскеты и йогины, которые живут там сотни лет. Что они получают, кроме любых существованию и удовольствия от сна? Я пребываю в самадхи бесконечное время. Я начинаю осознавать окружающее, только когда требуется. Все зависит от того, чем вы себя считаете. Что вы такое, когда находитесь в состоянии, недоступном описанию словами? Каждая мантра важна и состоит из определенных слов. Некоторые произносят слова «хара-ганги» или «джайя-канги», когда принимают ванну. Означает ли это, что вода вани из реки Канги? Ваша вещь течет, как Канга. Ваше сознание еще чище. Мудрец не обладает сознанием «я», и говорят, что его стопы могут очистить даже воды Канги. Мудрец не мужчина и не женщина. Может ли тут возникнуть идеи выгоды или потери? Вы почитаете различные воплощения и мудрецов, которые жили в прошлом. Поскольку их сознание отсутствует, они не знают о вашем почитании. Большинство людей нуждаются в Боге, только чтобы исполнялись их желания. Кришна и Арджона теперь не знают друг друга. До возникновения вашего сознания вы тоже были мудрецом. Держитесь компанией этого мудреца. В отсутствии сознания была недвойственность. С началом бытия появилась двойственность с болью, удовольствием и потребностью в развлечениях. Если нет отдельного существования и все одно, кто будет знать и что? Без чувства бытия есть вечный покой. Все так называемые знания становятся незнанием. Поэтому знание себя необходимо после всего остального знания. С сознанием приходит ум, который никогда не утихает. Каково было ваше состояние до зачатия? Оно было без бытия. Даже миллионы солнца не могут войти в это состояние из-за его огромной силы. Если они войдут, то тут же исчезнут. Ваше сознание дает начало времени. Просто отбросьте все знания, которые вы насобирали. Ваше чувство бытия дает начало времени, в котором все происходит. Без времени нет ничего. В природе времени создавать беспокойство. Мы пытаемся выбирать, но не контролируем то, что происходит. Все действия происходят спонтанно. Учитывая это, мало кто различает постоянное и непостоянное. В своих повседневных делах вы также слишком много внимания уделяете тому, что слышали или читали. Отпечатки в чистом сознании сохраняются как воспоминания и влияют на ваши действия. Я-не-кто с телом, так же воспоминания. Кроме этих воспоминаний, в этом мире нет иного контролера действий. Все люди совершенно забыли свою истинную природу и говорят, исходя из неведения. Это подобно царю, ставшему во сне попрошайкой. В бодрствовании мы более разумны, но вовлекаемся в качество и лекунны. Будьте смелы и тверды в своих действиях, но помните, что все кратковременно. Кто родители мира и ваших близких? Бог? Ну кто он? Он ваше сознание. Мы сознание, которое бесформенно. Его истинное знание освобождает вас. Никогда не считайте себя несвободными. Медитируйте на медитирующего и всегда осознавайте его. Пока вы осознаете свою медитацию, есть вероятность уйти глубже. Чтобы передать концепцию, используется много слов, но они не могут описать меня. Только связанное временем можно описать словами, но не истину, которая вне сознания. Может ли ваша речь, какой бы святой она ни была, очистить вас или вы ее? Есть ли у вас какая-то форма, которая может быть очищена? Любое желание материального благосостояния указывает на отсутствие знания себя. Ум может думать только о полученных отпечатках. Откуда взяться мыслям о неизвестном? Здесь параматмана использует это тело, чтобы рассказать о своем опыте. Слово «Джива» означает индивидуальную душу, которая является следствием ложного отождествления «Я» с телом, чувствами и умом. Интеллект «Джива» ограничен телом, а «Шива» бестересен и не привязан. На языке марадхи «Шива» означает «прикосновение». А «Шива» сознание, прикасающееся к своему существованию, или чувствующее его благодаря телу. Если вы правильно поняли эту беседу, вы реализуете свою истинную природу как парабрахмана. Отождествляться с телом иллюзия. Никакие действия или духовные практики не смогут уничтожить эту иллюзию. Ваше сознание – нить Брахмана или Майя, предыдущий этот мир. Неправильно считать свое окончательное исчезновение смерти. Поскольку вы не тело, его конец не может быть вашей смертью. Вы помните, что когда-нибудь умирали? Если отсутствие всякого знания означает смерть, то вы переживаете ее ежедневно в глубоком сне. Ложное отождествление отмирает, но не его сознающий. Ваша истина и я присутствует в моем теле, а это означает, что оно бессмертно. Даже веды умолкают, поскольку никакие слова не могут описать истину. Чистое и незапятнанное не означает белое, ведь белое может испачкаться. Пупок – это центр, в котором возникает лотос сознания. Затем это пять элементов. Был ли какой-то страх в отсутствии вашего сознания? Можете ли вы своими органами чувств удерживать сознание, дающее начало целой вселенной? Если эти беседы откликаются у вас, и вы запомните их, ничто в этом мире не будет привлекать вас. Вы также освободитесь от всех неприятностей, возникающих, когда вы становитесь жертвой влечения. Знать свое истинное «Я» – это настоящее знание, а его незнание ведет к большим влечениям и неприятностям. Нерожденное никогда не рождалось. Возникновение чувства бытия – это нерождение. Отпечатки у вас, возникающие из-за отождествления с телом, так сильны, что вам трудно оценить и запомнить это духовное знание. Единственное лекарство – абсолютная вера в гуру и повторение мандры Джайи-гуру. Мир снов – ваше творение. Он возникает сам по себе. Когда вы просыпаетесь, вы видите окружающее и понимаете, что проснулись. В бодрствовании вы знаете это, и нет нужды как-то это подтверждать. Это излишне. Все слова и даже веды начинаются только после прихода сознания. Вы знаете, что существуете благодаря сознанию. Чтобы в бодрствовании вам было комфортно, почитайте сознание как стоп и куру. В Писаниях упоминается, что Господь Брахма родился в лотосе, исходящем из попка. Вы поняли значение этого? Наше чувство бытия, из которого возникает Вселенная, равноценно Брахме, Создателю. Наш пупок – это центр, из которого происходит сознание. Некоторые люди пытаются имитировать актеров после просмотра фильмов. Точно так же вы должны наблюдать фильм вашего сознания и идти дальше. Ваша истинная природа невидима, и она не тело. Поэтому вы никак не связаны. Кто свободен? Тот, кто сейчас слушает. Из-за отождествления с телом все кажется настоящим. Для бестересного же все это иллюзия. Когда вы произносите определенные осмысленные слова и настаиваете на их исполнении, вы наблюдаете материализацию своего желания. Мысленные почитания лучше обычной практики. Из-за ощущения ограниченности телом вы можете по выбору перемещаться из одного места в другое. Для меня, единого со всем пространством, никакое движение невозможно. Поэтому я не могу умереть, даже если захочу. В вашем случае все пространство также является телом вашего сознания. Подобно мне, вы также не связаны никакими обязанностями. Это все лила и икра иллюзия. Для вас нет ни выгоды, ни потери. Отождествление с телом превращает вас в попрошайку. Есть проявление, в котором появляется индивидуум. Вместо того, чтобы беспокоиться о причине этого индивидуума, медитируйте на то, что предшествует проявлению. В отсутствии проявления нет ничего. Проявление не тела, его нельзя познать с помощью органов чувств. Оно безгранично. Сахарный тростник превращается в сахар и сладость его сердца. Также наше чувство бытия, которое бесформенно, пребывает в теле. Наше сознание – это качество пищевой эссенции тела. Его сопровождают три качества – сатва, раджас и тамас. Все пространство – это свет сатвы. Мудрец знает, что не имеет ни начала, ни конца. То, благодаря чему все появляется, включая всех мужчин и женщин, не рождается и не умирает. Как может умереть бесконечное? Состояние без слов до пробуждения – это принцип ребенка или семя целого мира. Вся сила заключена в этом семени. Оставайтесь в покое, зная, что вы не тело. Тогда все препятствия на пути к истинному я исчезнут. Я не то сознание, которое есть качество сатвы. Я его сознающий. Я существую всегда, даже до тела. Но без знания я есть. В теле есть знание я есть. Но вы не ограничены телом. Вы везде. Находится ли сознание в теле? Или тело в сознании? Конечно же, тело находится в сознании. Это сознание, которое возникает в теле, занимает всю вселенную. Без сознания не может быть никакого знания. Знание меняется со временем. Поэтому оно не истина. Если источник называть рождением, то чей это источник? Источник крошечный, но занимает всю вселенную. Когда изначальному неведению исполняется сто лет, человек называет себя махатмой. Но если неведение уйдет, что останется? Когда до вас доносится приятный аромат или плохой запах, приходится ли вам делать усилия, чтобы заметить его? Кто это делает? Разве это не происходит спонтанно? Всевозможные потребности сопровождают отождествление с телом и делают из вас попрошайку. Без сознания есть полнота. Такое маленькое сознание может принести вам столько неприятностей. Оно есть во всех живых существах, которым даны имена. Хотя какая-то деятельность необходима, не делайте ничего, кроме медитации на сознании. Любая другая деятельность принесет вам только проблем. Любая хорошая работа высоко ценится и уважается. Это связывает вас все больше и больше. Как тогда вы преодолеете три качества? У каждого человека есть ощущение «я есть», которое связано временем. Оно было даже у Кришны и Шивы, но сейчас нет. Тоже относится ко всем мудрецам и святым, которых больше нет. Воспоминания любой сущности ограничены только ее телом. Они не переходят в другое рожденное тело. Миллионы рождений происходят каждый миг. Веды говорят, что все рождения – это только параматман. Если так, то как возникло первое рождение? Откуда взялась саттва для первого рождения? Обманываю ли я вас, и Ириши Иведа вас дурачит? Не думайте о других. Скажите мне, что вы такое. Если вы не тело, можно ли описать вас как что-то? Когда Кришна описывал, что он такое, было ли это просто информацией об индивидууме? Когда он сказал Арджуне убить Кауравов, он заверил его, что никто из них по-настоящему не умрет. Как Кришна передал такое духовное знание Арджуне прямо перед началом Великой войны? Задумывались ли вы об этом когда-нибудь? Это знание передало сознание Кришны. И это не что иное, как неведение. Все, что связано временем, не может быть знанием. Кришна, будучи мудрецом, осознавал этот факт. Знание само по себе обман, и этот мир наполнен. Неведение разрослось и стало причиной всего существования. Вы слышали о каком-нибудь мудреце, кто был бы возницей своего ученика? Только Садгуру может сделать такое. Для него не существует недостойной работы. Осмелится ли популярный гуру повторить такое? Кришна даже подъедал объедки, оставшиеся после того, как поел народ. Для пространства нет никаких секретов, ведь каждое событие совершается в нем. Тогда что неизвестно сознанию, что тоньше пространства? У клеток памяти жизнь ограничена, старость и память ухудшается. Причина появления в теле стала ясна. Достаточно было узнать, что это был не я. Меня обвинили в том, что я родился, и потом стало ясно, что это неправда. Все это относится и к вам. Медитируйте на себя, как на чистого Брахмана. Когда ты в каждом, как ты можешь порицать кого-то? Ваше поведение демонстрирует ваш духовный прогресс. Я слуга тех, кто любит себя. Но здесь нет места в высокомерном. Помните, что вы вселенское сознание, семи вселенной, атман или Брахман. Никогда не принимайте себя за тело, пока не разобьете эту убежденность. Мало кто из ищущих знает, чем не является, и остается тем, что он есть. Тогда то, что он есть, важнее того, как он себя ведет. Когда кто-то знает, что он не тело, он также знает, что он не сознание. Когда исчезает и то, что есть, и то, чего нет, остается только блаженство. Будучи переполненным блаженством, он даже не осознает это блаженство. Это блаженство – сама его природа, а не то, что приходит и уходит. Поскольку он знает ум и интеллект, они его рыбы, а не хозяева. Он не делатель, а только свидетель всего спонтанного действа. Ищущему должно быть стыдно за то, что он считает себя телом. В этом мире люди стараются избегать стыда и пытаются создать хорошее впечатление. В блаженстве знания себя нет ничего похожего на стыд. Все качества – это качество ума, интеллекта и индивидуального сознания. Они отвечают за все действия. Блаженный – только свидетель всего этого. Поедение основано на отпечатках, а блаженного это не касается. В настоящий момент вас полностью контролирует ум, интеллект и индивидуальное сознание. Прямое знание себя – это значит быть самим собой. Ему нельзя ни обучиться, ни обучить. Все, что существует, ничем тут не поможет. Единственное требование – полное согласие слушающего сознания со словами гуру. После самопознания сознание уходит, поскольку цель достигнута. У мудреца нет чувства «я есть». Индуистские тексты упоминают существование 330 миллионов боков. Эта цифра указывает на полное количество трюков и методов, направленных на возвращение нас к нашему истинному бытию. Пока сознающие сознание остается пойманным в его сети, он считает себя тем, кто совершает все действия. Когда мы узнаем о своем существовании, мы узнаем о теле. Само наше чувство бытия – это сон. Наше пребывание в бодрствовании создает сновидение в бодрствовании, а пребывание во сне – обычные сны. В отсутствие бытия было безмятежное счастье. В сновидении все кажется настоящим, но по пробуждению перестает быть таковым. Когда вы медитируете на сознание, чтобы найти его причину, оно исчезает. Даже знание Брахмана не истинное и не вечное, поскольку это опыт, который не может длиться бесконечно. Сам Брахман счастлив и умиротворен. Единственная проблема – индивидуум, чье существование болезненно. Это глубокое знание становится простым, когда узнается. Это не то место, где вы можете узнать свое прошлое или будущее. Здесь вы можете узнать причину своего существования, а также его цель. Все и все недолговечны, хотя присутствуют желания и постоянства. Все наше знание однажды исчезнет. Мы думаем, что мы такие, какими кажемся внешне. Эта вера должна уйти. Мы уверены, что когда-нибудь умрем, что совершенно неверно. Все воспринимаемое исчезнет, но мы за пределами восприятия. Станете ли его называть окончание дня, вытирание воды или выключение лампы, смертью. То, что мы понимаем под словом смерть, неправда. Когда мы говорим о себе, мы не должны подразумевать, что являемся телом. Как бы вы ни пытались, воспоминания не сохраняются. исчезает все, что сознается, но не самосознающий. Хотя смерти нет, все, что воспринимается, исчезнет. То, что невозможно воспринять, называется богом или брахманом. Ваш гуру дал вам бога для почитания. Это ваше сознание, не имеющее формы. Все ваши действия направлены на развлечение. Наши интересы меняются с возрастом, меняется и наше развлечение. Мы слышим о людях, которых мучает одна и та же навязчивая мысль и не покидает их, пока не разрушает их окончательно. Слова гуру должны воздействовать на вас таким же образом, но в хорошем смысле. Пока вы не освободитесь от своих концепций. Хотя в сознании одно и то же, есть различия, поскольку формы разные. Людей миллионы и все отличаются друг от друга. У каждого мудреца также свои особенности. Рама и Кришна оба воплощения Вишну, но отличаются друг от друга почти во всем. Когда все эти духовные загадки разгаданы, ищущий освобождается от гордости. У дней недели разные названия от понедельника до воскресенья. Но каждый день солнце и планеты одни и те же. Змея и корова имеют разные формы, но сознание в них одно и то же. Точно так же ко всем и следует относиться как к Богу, независимо от их поведения. Это очень просто, но важность этого можно понять только благодаря милости куру. Любое сомнение в отношении гуру принесет ученику беспокойство. Гуру – это ваше собственное истинное Я, которое есть наивысшая реализация ищущего. Все функции тела работают благодаря истинному Я, которое всегда свободно. Вы есть истинное Я, и лишь вы существуете без приемников. Никто не отвечает за происходящее в мире. Вы есть Брахман, вы есть Майя. Независимо от ваших имен, вы всегда ваше истинное Я. Преданность гуру должна всегда оставаться безупречной. Если наши посетители вспомнят хотя бы несколько предложений, сказанных здесь, и попытаются соответствовать этим словам, их поиск закончится. Кришна говорил, что ему пришлось воплотиться из-за преданности его преданных. Все его имена были выбраны преданными. Множество храмов было построено, чтобы почитать великих ищущих, превратившихся в мудрецов. Их присутствие и даже память о них усиливает святость в этом мире. Благодаря им многие достигли освобождения. Нет невозможных чудес, если есть истинная преданность. Кришна сказал, что он, или Параматман, появляется в форме самореализованного. Он становится гуру. Именно Кришна передал знание себя самым лучшим из способов. В любом живом существе есть вера в то, что оно живо. Это изначальная вера возникает спонтанно вместе с жизнью. Она излучает свет, она несотворима. Когда ученик полностью отдает себя гуру, гуру говорит, «Твое любимое сознание на самом деле мое собственное. Я передаю его тебе, начиная с сегодняшнего дня». Так же, как тебе нет нужды специально вспоминать «Мужчина ты или женщина», использование моего сознания должно происходить спонтанно. Гуру означает сознание. Поэтому гуру всегда присутствует в ученике. Не отождествляйтесь с телом, отождествляйтесь только сатманом. Гуру называют джнянишвар, что означает «тот, у кого есть глубина реализации». Наша истинная вечная природа называется сатхгуру. Истинный ученик развивает веру в то, что он не деятель, поскольку все есть деяние гуру, который действует через него. Если вера ученика сильна, его атман помогает ему, когда возникают серьезные трудности. Нет Бога, кроме атмана. Истинный ученик знает, что счастье его собственное внутреннее качество, которого нет смысла искать вовне. Хотя вы свободны, вас связывает привязанность к своим вещам и отношениям. Будьте твердо убеждены, что вы именно таковы, как говорит ваш гуру. Тогда не останется никаких сомнений. Ваше существование бесконечно и ничем не ограничено. Вы везде и в каждом существе. Все и все ваше собственное проявление. Мое крошечное чувство бытия стало целой вселенной. Так же, как бодрствование во сне создает огромный мир сновидений. Наше бодрствование можно приравнять к вселенной, этой или ее копии сновидений. При переходе от бодрствования к глубокому сну все формы, включая хари и хару, исчезают. Преданность должна сопровождаться верой и нужно узнать изначальную веру. Это разрешит все загадки. Истинная преданность указывает на единство с сознанием. Истинный ученик знает, что все есть творение его собственного света. Он живет с этим пониманием, не испытывая необходимости кому-то что-то доказывать. Вы ошибочно принимаете себя за тело, потому что все пространство это тело вашего сознания, а вы его сознающий. Даже если вы только сознание, чье тело все пространство, каковы будут ваши потребности, будет ли для вас существовать какая-то выгода или потери. Истинная практика твердо оставаться пространством. Если у вас будет эта убежденность, нужна ли вам будет семья, дом, деревня. Никогда не оставайтесь человеком. Главный инструмент, который у вас есть, это ваше сознание. Им вы делаете разные вещи и достигаете всего, чего возможно достичь. Это сознание занимает всю вселенную в форме пяти элементов. Кришна передал целый томат духовного знания. Разве не его сознание позволяло ему сделать все это? Он сохранял его настолько чистым, насколько возможно. Для всех остальных сознание также основной капитал, благодаря которому все делается. Но у них оно отравлено грехами и добродетелями. Обычно это знание не передается столь открыто и прямо. Духовные учители пытаются вовлечь своих учеников во все большее и большее количество духовных практик. С другой стороны, я говорю вам, что все пространство это ваш свет. Если вы обретете убежденность в этом, что случится. Приди сюда, чем вы себе считаете. Если вы само сознание, как может сохраняться ваше я? Если кто-то по-настоящему следует духовному пути, его единственная задача знать, что он есть чистое сознание. То же сознание сейчас отождествляется с телом. Нужно все время напоминать себе о том, что ты есть чистое сознание, чтобы забыть о теле. Сознающее сознание предшествует сознанию или следует за ним. Предшествует, его также невозможно описать никакими словами. Существование, сознание, блаженство – это качество сознания. Сознание можно понять, а его сознающего нет. Такое можно говорить, только только когда не остается никаких загадок о существовании сознания блаженства. Это знание садчитананды – результат прямого опыта. Было время, когда вы существовали без чувства бытия. На самом деле знание своего бытия – само есть сознание блаженства. Пока вы не знаете садчитанананду, вы все еще должны ухватить себя. Упрощение в истинном «Я» останавливает умственный комментарий. Ваш страх – показатель грехов, главный из которых отождествление с тел. Вы должны ограничить до минимума использование пяти своих чувств – прикосновения, видения, слышания, вкуса и нюха. Перевод внимания на то, что слушает эту беседу, есть медитация. Ваша истинная ценность постепенно проявится изнутри. Вы должны узнать истинное величие своего сознания. Крупица его занимает целую сирену. Вы ищите то, что уже с вами. Не искажайте его представлениями о том, что вы тел. Для истинного знания необходимо узнать ценность своего сознания. Оно то же, что и пара мишвара. Без него даже Вишну и Шива не могли бы подтвердить свое существование. Ваша вера в иллюзия не факты майя. Она покинет вас, как только вы узнаете истинную ценность своего сознания. В его отсутствие кто будет повторять имя рамы. Называя атман мужчиной или женщиной, вы только приглашаете свою смерть. Получив самореализацию, не выдавайте себя за гуру и не начинайте проповедовать. Пока вы не получите прямой опыт, погружайтесь в то, о чем вы слышите здесь. Не осознавая величие своего сознания, вы используете его, чтобы называть себя грешниками. Когда истина осознается, раз она всегда, разве есть необходимость пребывания в самадхи? Вы воображаете себя маленькими, это дает вашим мыслям сил мучить вас. Вы совсем не маленькие, вы вселенная. Отбросьте все свои концепции и упрочьтесь в том, что прежде них. Истина внезапно осознала свое существование, что дало начало всей вселенной. Когда ваше сознание погружается в истину, само ваше присутствие привлекает людей. Майя это то, что появляется, но не длится. Атман источник всего происходящего. Все, что появляется, непременно исчезнет, что часто обозначает как смерть. Пять элементов очень могущественны, но их контролирует качество Раджаса и Тамаса, которые в свою очередь получают энергию от саттвы. То, что мы называем рождением, есть рождение этого мира в сознании человека. Тот, кто ощущает себя бодрствующим, есть источник этого мира. Я сознающий, я сознаю все через мое бытие. Такова сила моего бытия. Бодрствование крошечное по размеру, но вся вселенная рождена из него. Наше состояние бодрствования не что иное, как сознание того, что мы существуем. Мы начинаем воспринимать мир в тот миг, когда осознаем, что существуем. наше отождествление с телом притягивает боли и удовольствия. Без тщательного исследования невозможно разгадать закатку рождения. С бытием появляется мир без приглашения. Наше чувство я есть само превращается в мир. Наше сознание это атман, гуру или бог. Это все время повторяется здесь, чтобы вы никогда не забыли. Отождествляясь телом, человек тонет и обвиняет во всем ум. Но ум это всего лишь поток мыслей в присутствии сознания. Наше понимание хорошего и плохого основано на значение этих мыслей. В этом мире все живые существа борются за выживание. Но я говорю вам приготовиться потерять даже ваше я есть. Всегда помните, что вы есть то, из чего возникает уверенность в пути и поток всех слов. Пока мы дышим, мы воспринимаем мир. Как может мир, контролируемый дыханием, быть настоящим? Был ли какой-то мир до вашего рождения? Вы должны найти ответы собственного прямого опыта, не основываясь на услышанной информации. Новость о вашем рождении это источник мира. Поскольку вы не рождены, рождение и смерть не для вас. Ваше бытие не создает индивидуума, оно создает мир. Простые вещи становятся сложными из-за вашего отождествления с телом. Безвременное было отдано времени и ограничено им. Кто кроме вашего садгуру или вас самих может доказать, что вы никогда не рождались. Имея убежденность, вы сами можете быть доказательством истинности слов гуру. Преданный ученик доводит это до конца, независимо от того, сохраняется тело или отпадает. Для параматмана как Джива, так и Шива не настоящие. Только чистое сознание способно осознать истинность этого. Тогда чувство бытия растворяется. Может ли это повлиять на того, кто предшествует бытию? Пока вы не освободитесь от концепции желаний и ожиданий, вы должны заботиться о себе и защищать себя. Ложное сознание дает рождение миру, но не вам. Какие силы вам нужны, чтобы привести в движение ложный мир? Если эти слова по-настоящему повлияли на вас, ваша работа будет завершена. знать себя значит обрести самопознание. Что может этому помочь? Ваш ум помочь не может, поскольку предназначен только для деятельности в этом мире. наш интеллект помочь не может, поскольку это продукт ума. Мы должны искать помощь того, что осознает ум. То есть помочь может только сознание. То, что говорит «я есть», должно предшествовать произнесению этих слов. Иначе как вы можете знать, что существует? Истинная «я» ярче бодрствующего состояния. Будучи сознающим глубокий сон, оно покойнее сна. Вы слышали о таком методе пробуждения где-нибудь еще? Когда вы осознаете поток мыслей, вы не можете течь вместе с умом. Только с убежденностью в истинном «я» исчезнет страх. Самое величайшее на свете находится в человеческом сердце. Не зная этого, человек отождествляется с телом и страдает. Медитируя на сознание в сердце многие стали махатмами или даже мудрецами. Медитация помогает узнать свою истинную ценность. В тексте Шримадхагаватам Кришна описывает, что он такое, аудхава слушает это как собственную историю. Вечно сущие не знают, что оно существует. То, что мы называем рождением, это знание о своем существовании. Влияние Майи начинается с рождения, с появления сознания. Вы его основание, а не просто часть. Солнце заходит и исчезает, но не умирает. Точно так же и вы не можете умереть. Спичка пищи огня, а тело пищи сознания. Если спичка не может умереть, то как можете вы? Знание есть ответственно за все ваши действия. С появлением сознания начинается ваше чувство бытия, это означает, что вы узнаете, что вы есть. Поскольку это знание ложно, ваше есть тоже ложно. Наши твердые убеждения в том, что мы тело, мая, ей давалось много имен, ее даже приравнивали к Богу. Поскольку мир иллюзорен, он не заслуживает какого-то особого внимания. Чувствую, я существую, или я такой или сякой, исчезает. Когда вашего сознания больше нет, ваш мир также исчезает. Это означает, что они одно. Когда есть ясное знание себя, работа сделана. Использование сознания раскрывает его ограничения к обретению прямого знания себя. Оно может показать только то, чем мы не являемся. Обещание Рая и Вайкутхи всего лишь обман, чтобы побудить людей хорошо работать. Само ваше сознание это гуру, и медитация на него заканчивается самопознанием. То, что имеет начало, должно иметь и конец. Мы не знали о своем существовании, о котором знаем сейчас. Это знание первичной иллюзии. Тот, кто отдает себя садхгуру, не видит разницы между видовами хари-хари и зеленой травой. Майя это любовь к существованию или любовь к себе. Чего бы вы не достигали, используя свое сознание, длительного удовлетворения вы достичь не сможете, поскольку все это не настоящее. Когда параматмана вот-вот проявится выщущим, в нем или в ней развиваются благоприятные склонности. Никогда не забывайте слов куру. Так же, как масло и фитиль исчезает, посылая свет, ваше сознание будет сиять в мире, а затем исчезнет. Что тогда останется, кроме параматмана? Продолжайте повторять мантру Джая-куру. Тогда ваш внутренний гуру проявится и раскроет истинное я со всей ясности. Вы также увидите восход и закат куру, внутри. Цель повторения мантры познакомиться со своим сознанием. Конечная цель обрести внутреннюю тишину. Вы должны медитировать, пока не будете знать, что не зависите от пяти элементов бодрствования и сна. Свобода ваша природа. В конце концов, вы узнаете, что никогда не рождались и не имеете отношения ни к каким действиям. Так же вас не будет заботить этот мир и его знания. обретения истинного знания, вы скажете, что не было нужды учиться в этом мире и получать какие-то знания. Там, где есть вода, должен быть и огонь. Огонь не может существовать без воздуха, а воздух без пространства. Свет брахмана необходим для появления пространства. Знать, что я вне пяти элементов истинное отречение. Тогда вы знаете, что не зависите от пяти элементов и даже от сознания. Пять элементов и получающиеся из них сознание временное и недолговечное. Если сознания нет, тогда что есть? Сознающий недолговечное сознание не может быть связанным временем. Тому, кто не медитирует на истинное я, приходится принимать всемирские знания и взгляды за истину. Не так легко противостоять традициям. Мало кто применяет милость гуру, чтобы игнорировать этот мир и направить внимание на источник всего существования. Что такое истинное отречение? Все, что появляется в мире, в конце концов исчезает. Все это знание о том, благодаря чему появляется этот мир и мы узнаем о своем существовании. Что такое это майя, из-за которой вы видите происходящее в различных ситуациях? Все это функция светосознания. Ищущий должен направлять внимание только на свое сознание. Тот, кто очень внимателен и осознает слово гуру, реализует себя. Крошечное сознание содержит в себе всю вселенную, как в бодрствовании, так и во сне. Знающий это мудрец. У людей может быть много достижений в плоти до владения всем миром, но в отсутствие знания принципа рождения все они бессмысленны, как мираж. До трех-четырех лет ребенок не знает, что у него есть отдельное существование. Тот момент, когда ребенок узнает об этом, очень важен. Все элигии всего лишь традиции, но истинная дхарма быть собой. Знает ли мертвые, что их жизнь закончилась? Кто-то говорит, что знает. Все это продолжается, основываясь на традиции. Мудрец наблюдает сознание и все, что в нем происходит. Проявление, включая всех индивидуумов, нереально, но наши воспоминания и желания придают ему реальность. Сознание, занимающее всю вселенную, ничем не ограничено. В свое время оно исчезнет. Саньясина и садху носят оранжевые одежды, чтобы получить выкоду от традиций. Люди дают им еду и деньги со всем уважением. Истинное отречение это погружение в медитацию. Именно благодаря своему сознанию вы обязаны тем, что сталкиваетесь с выражением признательности или даже с проклятием. Держите его чистым, без мыслей. Тогда оно покажет вам свой источник и начало времени. В корне знания лежит неведение, и вы видите мир, полный людей, садху и даже мудрецов. Все, что вы когда-либо слышали или читали, вызывает у вас страх, связанность или свободу. Если вы узнаете природу времени заранее, как вы сможете умереть? Ваше знание не должно зависеть ни от пяти элементов, ни от сознания. Только это истинное знание, которое доступно для вас и в ваших силах. Оно не зависит от других. Почему вы ищите отречение? прежде всего остального просто уйти свое собственное истинное я и будьте им. Истинное отречение в самопознании. Истинно духовный тот, кто знает свое настоящее я. Эгоцентричны и далеки от себя. Зовите свое сознание Гуру Девом. Только оно может дать вам верное отречение и правильное знание. Лишь один из миллиона может познакомить вас с вашей бессмертной природой. Вы должны присутствовать до пробуждения. Когда вы знаете свое истинное я, все ваши потребности закончатся. Смерть индивидуума означает конец памяти я есть. Для достижения самопознания сосредоточьтесь на своем сознании, ни от кого ничего не ожидая. То, что вы думаете о себе просто представление которое рассеется. Видоизменение ума или ваши воспоминания ответственны за все действия. Когда они закончатся, действия тоже закончатся. И больше не останется желания действовать. Санскритское слово неврити означает истинный уход от дел, когда есть отчуждение от любой активности. Когда вы просыпаетесь, вы начинаете осознавать себя. То есть начинается ваше чувство существования. Затем видоизменения вашего ума побуждают вас к действиям. Мы становимся рабами наших собственных мыслей. Без мыслей есть только чистое бытие. То, что мы представляем себя кем-то с именем и формой, движет нашими действиями. На самом деле нет никого, кто бы мог действовать, и все действия иллюзия. Брахман реален, поскольку в нем нет я есть. Из-за незнания источника нашего чувства я есть, человек обращается к уму. Наши чувства я есть и наше знание мира исходят из брахмарандры, центра на макушке головы. Это центр всего знания. Ваше сознание, которое сейчас слушает, это океан знания. Тот, кто верит в сознание, как в гуру, не нуждается в духовных практиках. Действия происходят в присутствии сознания, которое есть стопы гуру или бога. Никогда не забывайте почитать свое сознание. Признаки гуру развиваются в ученике, который следует его указаниям с полной верой. Затем он становится с гуру одним целым. Ваше поведение должно соответствовать тому, что вы сам брахман. Тогда вы расширяетесь и становитесь бесконечными. Повторение мантры, данной вам гуру, устраняет отделенность ученика. Не вы знаете, что вы есть, только бог знает свое существование благодаря вам. Когда бог доволен, он устраивает вам встречу с собой. Это означает, что вы созрели для того, чтобы встретиться со своим гуру. Когда ваша индивидуальность заканчивается, ваш страх смерти также исчезает. Любое обычное знакомство заимствовано и потому временно. Ваш гору знакомит вас с собой, и ничто не может помешать этому. Сознание в человеческой форме очень важно, истинное знание его бесценно. Никто не может превзойти дающего знания себя в его щедрости. Когда вы действительно знаете, что ваш гуру полностью контролирует все ваши движения, а вы отвечаете за его движение, ваша работа сделана. Все ваши действия хранятся в ваших воспоминаниях, но наша истинная природа не может быть просто памяти. Воспоминания не даются вечно. Даже память о существовании вишну неизбежно уйдет. Тот, кто сознает, что бодрствует, должен был существовать до бодрствования. Только тот, кто существует прежде воспоминаний, может помнить их. И воспоминания и пять элементов зависит от сознания. Следовательно, они должны быть взаимосвязаны. Воспоминания не могут знать того, кто был прежде них. Я некто это коллекция воспоминаний, которые действуют в этом мире. Все ваши представления о себе и боге недолговечны. Хотя никто не переживает опыт смерти, страх ее преследует каждого. У нас тысячи воспоминаний, но разве мы воспоминания? Примените вилку и освободитесь от них. Вы думаете о себе как о мужчине или женщине, основываясь на воспоминаниях. Смелостью гуру вы узнаете, что такое воспоминание есть и какова его причина. Это реализация брахмана. Когда вы говорите ваши слова, чьи это слова? Смертного человека или вечного? Если вы воспримите хотя бы одно предложение, сказанное здесь, вы реализуете вечное. Рано исследования садгуру не может вам дать никто. блаженство избавления от тела больше удовольствия всей жизни. Это переживание бессмертия и осуществления. Для истинного удовлетворения вы должны полюбить знание, полученное от гуру. Оно должно стать вашим единственным интересом. Начинать учить других, не обретя настоящую убежденность, это путь к бедам и страданиям. Медитируйте на свое истинное я, давая ему любые имена, такие как брахман, гуру или бог. В этом мире мало кто знает, что все любят себя. Эта любовь существует независимо от цвета кожи. Любовь к себе заботится о теле. Как медитировать на любовь к себе? Медитируйте на нее, забывая все остальное, но чтобы упростить, называйте ее гуру. Все ваши усилия нацелены на то, чтобы как-то провести время, но в корне всего этого ваша любовь к себе. Однажды вы потеряете все свое имущество и отношения. До этого вы должны познать свое истинное я. Истинное удовлетворение можно получить, используя Вивику, а не свою. Вивика это интуитивное развлечение, основанное на опыте. Не причиняйте никому вреда, учитесь терпением. Вы разовьете огромную способность к выдержке. Не реагируйте, даже если вас оскорбляют или мучают. Везде глупость сопровождает эгоизм, и возникают ссоры и даже драки. С самопознанием ваше достижение станет полным. То, что легко найти в сердце преданного, не найти больше нигде в мире. Мир воспринимается внутри, но кажется, что снаружи. Сознание в сердце бесформенно. Вы знаете на вкус сладость сахара, но видели ли вы ее? Кришна говорил, я свет Бхагвана в твоем сердце. Свет это бытие, которое есть вы. У вас есть преданность, и это любовь. Это любовь к существованию во всех живых существах, но ее секрет могут постичь только люди. Большинство людей заняты своими повседневными делами и не смотрят в корень. Сознание или любовь к существованию возникла без вашего знания о нем. Его ничто не предвещал. Эта любовь к существованию защищает тело. Вы когда-нибудь осознавали, что вы и есть эта любовь. Медитируйте на великую любовь к существованию. На начальных этапах это очень трудно. Поэтому рекомендуется медитировать на гуру, ишвару или бога. Любовь к себе, возникшая в теле, есть ишвара. Когда вы полны преданности и почитаете ее как куру, она умиротворяется. Вашем теле кто сейчас слушает, если не эта любовь? Познавший эту любовь реализует параматман. Ваше счастье и несчастье результаты дождествления с телом. Каким бы ни было состояние вашего тела, параматман милостив и помогает во всех случаях. Любовь к себе отвечает за всю вашу преданность. Вы должны постоянно осознавать эту любовь к себе и медитировать на нее как на своего гуру наилучший способ. Нет никаких перерождений майя или брахмана кроме любви к себе. Вы осознаете эту любовь. Различные слова используются для облегчения понимания. В этом мире есть ли что-то более великое, чем самопознание. Лишь единицы из миллионов будут медитировать на любовь к себе. Наши истинные величия и бесконечная природа могут быть познаны только через истинную преданность. Зачем вам столько неприятностей в жизни помимо продолжения существования? Есть тысячи почитаемых богов с различными именами, но все они самосветящиеся любовь в телах. Лишь единицы знает свое единство с любовью, и параматман проявляется в них. Любовь к себе становится знанием себя, занимающим целую вселенную. Все вещи длятся, пока в теле есть любовь. когда те, кто следует указаниям гуру реализуют любовь к себе, они становятся бесконечными и весь мир становится для них песчинкой. Они обретают истинную ценность в жизни. Хотя вы не осознаете любовь к себе полностью, вы не можете существовать без ее присутствия. Кришна говорил, вы встречаете различные виды преданности и преданных, но лишь единицы почитают себя. Это недвойственное почитание, которое редко встречается. Любовь к себе можно видеть во всех живых существах, как любовь к существованию. Преданность разным богам и богиням отвлекает внимание от себя. Присутствие любви к себе отвечает за тяготение к духовности. Природа любви к себе такова, что вы не можете никак контролировать ни ее предпочтения, ни кто в любви к себе, если не ваше истинное я. Реализация трудна, поэтому почитайте свое истинное я как кур. Что заставляет людей стремиться к богатству и щеголять им? Разве не любовь к себе? Жизнь всегда течет, и все наши увлечения и интересы постоянно меняются. Самые близкие и дорогие однажды покинут вас и уйдут. Но любовь к себе не смешивается ни с чем. Она сама по себе. На самом деле вы бесформенная, безымянная, вечная любовь. Она течет через край, как переполненный медом кувшин. Медитируйте на эту любовь, которая есть попытка опознать себя. Когда вы реализуете себя, все пять элементов будут служить вам. Самый глубокий аспект духовности обычно остается незамеченным. Вы наслаждаетесь многими вещами, но можете ли вы наслаждаться собственным сознанием. Любите только свое сознание, ведь любая другая любовь временна. Неправильная любовь может приносить много благ, но она не может дать вам счастье. Весь мир сотворен этой любовью и наполнен ею. Переполненные дороги городов наполнены любовью к себе в различных телах. Сила любви это первичные люди Махакави, Брахмасутра и Хиранье Гарбха. Она действует во всем мире. Именно она действует во всех телах и создает эту толпу. Ошибка только в способе и применении. Вы медитируете на какого-нибудь бога с каким-то именем, но медитирующий и есть сама любовь бог. Все зависит от вашей любви к существованию, которое возникло спонтанно. Если вы подружитесь с этой любовью, то прямо сейчас увидите себя как вечно и завершенно. Та же любовь распространяется как пять элементов и как решили. Различные имена, которые даются в этом мире, на самом деле даются этой любви ею самой. Для самореализации есть разные виды духовных практик. Если эта любовь к себе почитает само себя с твердой убежденностью, она становится душой всех богов и богинь. Имена этих богов это имена данные тем телам, в которых пребывает любовь к себе. Без любви не может быть никакой деятельности. То, что зажглось, горит и излучает свет, это мистическая материя астрального тела, которое игнорируется вами. Вместо него ваше физическое тело стало вашей формы. Это прискорбная случайность. Кто ошибся, кроме вашей любви к себе. Только с милостью гуру можно научиться любить свое бытие. Смерть ужасна, но никто ее не испытывал. После посвящения каждый ученик гуру Навнатхов должен был продолжать свою духовную практику самостоятельно в течение 12 лет. Перед второй встречей с гуру ученик уже был целостен и готов во всех отношениях. Было необходимо встречаться с гуру снова и снова. Я или Атмана всегда первый. Затем следует все действия определяемые нашими воспоминаниями. Это обычный порядок вещей и ничто не длится долго. Лишь немногие останавливаются и смотрят внутрь в себя. Сознание и все что воспринимается через него универсально. Сознающие все это глубоко и устойчив. Все что известно меняется со временем и в итоге сознание тоже приходят к концу. Кто тогда тот кто пришел кто тот кто ушел Вы цепляетесь за все что узнается через сознание но даже сознание восходит и заходит оно причина того что вы считаете себя кем-то но ваша есть иллюзия когда все что вы знаете исчезнет какая будет польза от всех ваших достижений есть образ сердца лотоса с лепестками в форме мира из него появляется пыльца но в корне его степель все что узнается с помощью сознания часть этого но сознающие сознание тот кто сознает что он восходит и заходят свободен с другой стороны тот кто верит что содержимое сознание реально оказывается связанным в отсутствие сознания где бог поэтому сознание приравнивается к вышвы то что вы знаете вы передаете другим вашем сознании было посеяно семя я есть и шва и со временем оно стало яростью после реализации джиняне знает что все бесполезно ученые с чистым интеллектом достигает освобождения как и простые бесхитростные люди застревают те что посередине медитировать не означает что-то делать но только быть вниманием только слава гуру истины они должны быть частью вашего осознавания крепко держитесь его слов что вы чистый брахман это семя которое взойдет в нужный момент тогда ваше отождествление сместится с человека к брахману никогда не забывайте что вы всегда сознающий а не сознаемы вы должны упорствовать в том чтобы быть брахманом как повелевает гуру если бы какая-то собственность в мире была разделена между всеми людьми какова была бы ваша доля тогда к чему гордиться чем-то ваши надежды и желания горючие для вашей лампы жизни их окончание конец индивидуума но это не смерть это похоже на погаши пламя масляной лампы венах упоминается что человек перерождается согласно своему последнему желанию или мысли если мусульманин умирает сражаясь с индуистом говорят что он родится индуистом и наоборот поэтому война никогда не заканчивается когда вы помните гуру это означает что вы помните его учения с этим знанием приходит опыт свободы без малейшего среда связанности вы ваш мир по-настоящему пусты из какой-либо субстанции поэтому все ваши усилия стать свободными только связывает вас чувство бытия пребывающие в корне всего связано временем и может уйти в любой момент чего ожидать от мира который зависит от кратковременного бытия ваша жизнь ничто иное как появление исчезновения памяти существования может ли это быть вашей смертью ваше сознание это ишвара и оно содержит в себе весь мир включая ваше тело но вы считаете себя частью мира и в этой двойственности и счастье и несчастье в недвойственности мир не существует существуете только вы когда вы увидите себя такими же как ишвара вы поймете что все иллюзия и освободитесь от всякой связанности до тех пор не может быть никакой свободы когда плохое лекарство отвергается его вредное воздействие перестает ощущаться когда вы пытаетесь решить проблему ваш ум заслоняет знание чистого сознания не делая ничего упрочьтесь в чистом сознании свободном от вида изменения ума избегайте хвастовства разговоров богослужений и компании других тогда вы станете одним с ишварой сознание которое поет хвалу хари не отличается от того который слушает когда вы слушаете ахари вы развиваете айраке который означает отсутствие мирских страстей наши тела непрерывно меняются с детства и до старости их конец неизбежен наше представление самих себе устаревшие и ошибочны если вы будете поступать так как наказывают мудрецы ваши страдания ослабнут пока вы в сознании воедины с миром и богом ваше видение направленное наружу нуждается в перенаправлении чтобы вы могли смотреть в себя наша память бытия это результат пяти элементов если вы хотите избавиться от отождествления с телом осознавайте свое сознание которое слушает ваши действия или их отсутствие неважно но следует избегать считать себя тем кто их производят и ждать награды или наказание пространство очень тонко но ваше сознание еще тоньше все что сознается исчезнет но не сознающий который вечер сознание связано временем она испытывает более удовольствие но сознающий ничего не испытывает помните что когда вы начинаете осознавать сознание это рождение и швы 7 это то что может создавать объекты того же вида с этих слов посадить семена брахмана вас когда они взойдут интеллект постепенно растворится даже если вы живете как человек ваше сознание тело и швы ваше действие указывает на то что вы человек но чьи это действие это действие сознание и швы вы не сможете быть жняне не познав себя сознание в теле проявляется вовне как мир помнить мантру значит медитировать на сознание все что вы слышали касается вашего истинного я на которой вы должны медитировать она не нуждается ни в каких доказательствах семейная жизнь для индивидуума идея человека вливается в действия мужчины или женщины но ваше сознание спонтанно это не идея освобождение то отсутствие есть и отсутствие желание существовать сознание вашему теле все видимое подобным образом на теле экране смерть ужасно но никто ее не испытывал ваше исчезновение не означает ваша смерть перед любым действием у вас возникает идея того что должно быть сделано ваше сознание предшествует этой идеи в этот миг вы осознаете свое существование этого не было когда не было тела присутствие или отсутствие сознания единственное что меняется это осознавание начинается в конкретный день и длится некоторое время сознание которое слушает имеет много имен но она бесформенно и неописуемо вы слушаете историю хари но на самом деле это ваша история в чем вы нуждаетесь в отсутствии своего сознания нужен ли вам бог чтобы благословлять вашу семью слова не могут описать что такое брахман и что означает познать брахман пробуждение и шуры в контра помогает развивать вельку без нее для самореализации нет пользы от повторения имени бога или от аскезы кто приказал вам прийти сюда разве это не приказ вашего атмана когда вы отсутствуете нет ни бога не великие не мир там где вы присутствуете есть и все остальное продолжайте повторять данную вам мантру и шу про это то же самое что сознание и благословение но ваша истинная природа это то в чем исчезают все качества блаженство начинается там где кончается двойственность параматман существует вечно он не рождается и не умирает в настоящее время у вас есть два тела первое индивидуальное и второе очень большое тело всего мира все действиями основана на концепциях в отсутствие правильного понимания человек вынужден следовать традиционной религии дар воображение создает концепции которые в свою очередь побуждает к действиям вы твердо верите в то что ваше возникновение результат воображения и представление ваших родителей ваши собственные концепции делают вас счастливыми или несчастными и ведут вас по жизни до самой смерти хотя все это игра концепцией вы утверждаете что это ваша работа согласно наставлением гуру вы бесформены и вне красной веке заботьтесь о теле но почитайте только свое сознание все ваши ошибочные представления себе уйдут большом и интеллекта направляет ваши действия вместо того чтобы вы контролировали только когда вы будете следовать указанием гуру ваше влияние станет достаточно сильно если вы почитаете свои сознания она умиротвориться и укоренит вас в недвойственности в единстве в ней блаженство ватмане нет никакой не однородности кто кроме вас слушая сейчас когда вы уверены в каких-то действиях не должно быть никаких сомнений когда вы по мнению согласовывается конфликт исчезает вы должны позаботиться о том чтобы ваши действия были непоколебимыми и соответствовали словам гуру нет иного бога кроме сознания которое слушает сейчас никогда не забывайте что вы и есть это сознание помнить об этом работа вашего сознания то что я говорю очень просто но многие недостаточно созрели чтобы понять это они верят в эскизу и висят вверх ногами когда у вас будет истинное понимание как у кришны вы тоже скажете что все проявленное ваше выражение вы уже знаете что все зависит от вашего сознания разве нет забудьте свое тело форму и медитируйте на свое сознание благодаря которому вы осознаете свое существование поскольку вы не тело его полк вам не относятся вы знаете что тело существует разве но это вы вы осознаете свое бытие содержащие все пять элементов если мы не будем исследовать свою истинную природу как тогда уйдет непонимание удерживать свое внимание очень трудно поэтому проще посчитать его как кур у вас может появиться ощущение что он находится позади вас и что и здесь и я и цвет но вы не можете понять что это вы сами позади вас на начальных стадиях вам приходится полагаться на двойственность чтобы медитировать ваша истинной идентичности нет никаких частей вашего тела когда вы узнаете что только вы существуете больше ничего нет все станет абсолютно ясно где бог там вы существуете где вы существуете там бог ваша истинная природа не зависит ни от вашего тела не от вашего сознания это ваше древнее существование которое не требует никакой поддержки у вас есть полное право потребовать свою вечную природу и быть ей те кто отождествляется с телом и все время тратят на его нужны не могут любить себя сама ваше притяжение к этому месту указывает на продвижение к себе от вас нужна только убежденность люди используют такие общепринятые слова как бог и судьба но что они означают нужна истинная века какова судьба того кто не верит в создание самого астрального тела держите это знание при себе не обсуждайте его с другими вы еще не созрели для того чтобы убеждать в этом других вы сами нуждаетесь в убеждении прежде чем сможете рассказывать об этом другим ваша истинная природа не двойственно она свободна от желаний и обязанностей когда вы реализуете ее вы не сможете предъявить какого-то свидетеля чтобы доказать это потому что только вы существуете когда чувствую что вы делаете что-то и вопросы обладания чем-то просто не останется для джинни не существует воля к жизни поскольку это тоже концепция все ваши знания неустойчиво вы должны быть убеждены что вы естественно и я тогда это станет устойчивым и неизменным отсутствие нужной убежденности они должны ни о чем говорить мудрец сказал тот кто говорит вид хава проявленный брахман мудрец имел ввиду свои собственные слова которые подкрепляются богом предметом того разговора был проявленный брахман с другой стороны не проявленный брахмана вне слов любви и преданности необходимо обдумывать слова гуру круглые сутки даже когда вы заняты на работе вы должны помнить эти слова пребывать в самадхи полностью бодрствуя значит быть свободным от всех мыслей и беспокойств это не дает вам свободу приносить вред своим друзьям и близким к ним следует относиться с уважением вы должны уходить оттуда где возникает сильный конфликт ваше тело неизбежно отпадет так почему бы не воспользоваться им наилучшим образом твердо придерживаясь слов гуру ваш гуру дал вам необходимую уверенность если вы потеряете ее какая будет польза от вашей жизни в духовности нет места обмана так что вы потерпите поражение не только в духовной жизни но и в обычной ваша убежденность должна стать устойчивой хотя бы в одной из них вся ваша деятельность результат следования определенным мнением одна и та же вещь может описываться людьми по-разному согласно их мнению человек получает опыт основанные на свое мнение силы аскеза на теряет произнесенные слова реальностью реальность одна но есть тысячи мнений о ней такова сила майя но пуруша безмолвен он не участвует ни в какой деятельности даже боги такие как харе и харе формы принимаемой майей даже в раннем возрасте кришну 4 взрослые агены и риши более образованные влиятельны это даст вам некоторые представления о знании и величие кришны каково качество этого знания она очень простое но в то же время сложно ваше сознание источник всего знания но что такое истинное знание тот кто познал себя как брахмана стал истинным брахмана после завершения аскезы то что случилось человеком правильного и приемлемого становится его или ее учение может ли она привлечь всех это все игра майя они думают что реализовали брахман и гордятся этим хотя не все еще в тисках майя они начинают проповедовать садху и мудрецов было много и у всех были разные характеристики даже брахма не мог прояснить причину этих различий своя природа становится ясной только после появления бытия это относится даже богам таким как брахма и вишну но каково состояние добытия никто об этом не думает в чистом сознании отсутствует вкус я есть бытие и становления это качество мая в то время как по руши просто свидетель но без мая не может быть даже упоминания о существовании и фуры когда ваше тело не существовало каким было ваше знание себе сейчас вы знаете много но все это иллюзорно и непостоянно она появляется она видимо но это не истина все ваши действия качество мая упор уж и нет никаких обязанностей и он не совершает никаких действий все видимая все что появляется это цвета мая порше осознает качество мая но они его не беспокоят гордость лишь ему не за свое знание себя заставила их жизнь сотни лет чтобы вы не узнали с чем бы не столкнулись это не останется неизменным потому что сама моя неустойчиво и иллюзорно вы не сможете избавиться от нее даже совершая аскезу в течение тысячи лет в разных религиях разные практики но бодрствование сон пища и так далее есть везде никакие традиции не помогут реализовать бхагвана шри кришну поскольку он за пределом всего эти традиции просто различные виды изменения ума они не могут вывести вас за пределы видоизменений чтобы реализовать себя сначала все склонности должны раствориться мудрец тукаром сказал пусть ума не будет чтобы остался только ты сам в царстве мая кто-то занят получением религиозных заслуг а кто-то продолжает накапливать грехи когда это тело отпадет никаких воспоминаний из этой жизни не останется тогда какова польза от религиозных заслуг которые вы насобирали перерождение это мнение некоторых риши а все мнения иллюзорны это знание интеллекта а не знание истинного я это приходящее знание которое уходит вместе с тем в отсутствии тела разве вы будете знать о своем существовании даже и шему не не думали таким образом любое интересное существование это царство мая которая отсутствует в ней тела чем вы обладаете помимо сознания в теле сознание зависит от соков пищи в теле пока тело здорово вы верите что то о чем вы думаете реально когда тело отпадает нет ни я не тебя поэтому истина всех мыслей и существования должна быть познана пока присутствует сознание мы и мира я и ты это восприятие двойственности то есть 0 это иллюзия ничто никогда не происходило даже если она кажется истинным нет никаких решений нет тех кто живет и тех кто умирает это все игра мои лишь ему не очень подвержены влиянию мои иначе их мнения не отличались бы так сильно друг от друга что главное чего не было раньше и что присутствие сейчас это наше чувство бытия но она просто гость зашедшая ненадолго то чего не было раньше исчезнет вновь можете ли вы упаковать свое сознание чтобы она всегда оставалась с вами что будет такой упаковкой тело это мешок с едой его эссенция пищи поддерживает вашу память о том что вы есть сделайте паузу здесь вместе с вашим сознанием и найдите его связь с вами это значит я сознающий который сознает это велика должна быть сделана сознающие за пределом сознания тот кто знает что сознание отсутствовало всегда присутствовал прежде сознание этот сознающий вовсе не нов но сознание которого не было появилась только сейчас грех и добродетели просто слова годные для рассказывания сказок в поисках истины все слова исчезают отсутствие слов как могло появиться первое слово это известно только обхагава нашей кришне большинство его учеников всего лишь рабы слов все рабы ума интеллекта а каков кришна для него не даже намека на сознание которое приносит чувство я есть или меня нет истинные бытие не связано с вашим чувством бытия вы должны применять велику и обнаружить свою вечную природу осознайте движение времени заранее параматман единственный кто знает время полностью когда вы говорите что рождается ребенок это начало времени это рождение времени они ребенка без этого понимания люди верят в свое рождение только параматмана вне времени все остальные внутри времени людям приходится страдать из-за незнания своей безвременной природы имена у тела разные и длятся не какое-то время все имена это имена времени для реализованного движение времени то же самое что и движение стрелок часов для него время заканчивается не следующий живет как тело и страдает во времени помните то что слышите здесь и медитируйте на это любые другие духовные практики не нужны мы можем говорить о медитации только когда есть сознание когда сознание переводит внимание на себя эта медитация из-за вида изменений ума внимание уходит наружу поэтому ищущему нужно специально выделять время для медитации когда сознание не уходит наружу происходит спонтанная круглосуточная медитация внимание не отделим от сознания и в медитации они становятся одним тело начинается в определенной точке и заканчивается через определенное время в утробе сознание дремлет через 35 лет после рождения содержимое утроба называемая ребенком постепенно обретает чувство бытия в глубоком сне и лишь но не осознает свое существование как вишну такова природа времени существование в глубоком сне подобно пребыванию утробе когда нет восприятия времени утром и означает дремлющее сознание когда свое тело не осознается когда тело выходят из у трубы со временем начинается бодрствование означающие движение времени рост ребенка это рост времени утробе есть поддержка но снаружи и и нет поэтому ребенок начинает сам поддерживать свое тело и это начало отождествление с телом содержимое утробы это наше чувство бытия изначально спящие может ли человек вырасти с помощью интеллекта наш рост это функция времени сила и слабость зависит от времени поэтому вы должны знать движение времени заранее все ваши разговоры это форма времени познавшие время не рождается и не умирает за пределом бытия нет чувства бытия то есть отсутствует и я есть и меня не со временем приходят умения что означает знание все это относится ко времени и связано временем продолжительность восприятия времени это длина жизни то есть возраст чувство бытия который у вас есть сейчас природа времени вы основание времени сознающие время не подчиняется время творится времени безымянен если требуется какое-то имя называйте его параматман или парабрахман время показывает вам кино движение времени ваше рождение тоже есть в этом фильме содержимое утром и вышла оттуда вместе с сознанием и начала двигаться во времени были люди знающие прошлое настоящее будущее они есть и сейчас но кто истинный знающий времени когда говорят что параматмана знающий времени слушающие отвечают что поняли но кто тот кто сознает знающего времени то что они времени также и вне рождения она не рождается благодаря соком пищи 5 элементов тот кто знает что он или она не содержимое утром и и есть дня не ваше рождение свершилось без вашего ведома вы начали сознавать через несколько лет после рождения ваши действия и поведение в подрастающем состоянии определяется во время фазы глубокого сна ваше умение интеллект и мудрость после пробуждения также определяется временем все вещи происходят так как предопределено чтобы понять загадку всего этого не спрашивая никого станьте одним с вашим осознанием медитации время это солнце мира солнце вселенной и солнце я без какой-либо внешней помощи вы солнце сознание солнце указывает на время и все имена это имена вашего сознания сознание любовь к себе это имена вашего вкуса я или памяти я вы должны посчитать свое сознание я есть как гуру все ваши действия кроме медитации на истинном я исчезла со временем если вы знаете это сознание которое знает время время будет служить вам примите решение что будете использовать время чтобы почитать сознание и увидите что проживете больше для этого вам дается больше времени независимо от мнений докторов но помните что нельзя тратить эту дополнительную жизнь на изришество поскольку невозможно обмануть пара брахм такой обман может привести к смерти от несчастного случая из-за множества соблазнов этого мира индивидуальная душа до самого конца не может понять духовное знание параматман не нуждается в убеждении поскольку он а свой собственный свидетель вы должны помнить кого почитать и почему живите помни об этом не забывайте что знающие есть гуру дэва после разотождествления с умом приходит видение вселенной различие между он и я исчезли он то есть бог и я оба исчезли индивидуальность закончилась и везде было просто проявлено когда не стало двойственности его и меня существование 1 тоже закончилось когда есть один есть также и относительное существование второго в отсутствие первого как может быть второй радость и печаль должны уйти когда происходит что-то хорошее возникает радость радость и печаль возникают из-за индивидуальности проявление вездесущее если приходит самопознание каковы его признаки это стирание индивидуальности и отсутствие радости и печаль ваше сознание должно знать что вы есть проявление которое огромно главная причина остроты ощущения счастья несчастья ваши чувства бытия откуда берутся любые переживания это восприятие вашего сознания если вы много раз объедете вокруг света это не поможет вашей реализации нужно узнать источник сознания с этим знанием заканчивается индивидуальность с истинной преданности вы узнаете что причину вашей большой печали можно преобразить в источник великого счастья но кто готов ждать и исследовать ваш сангуру бог который может открыть для вас сокровище всего счастья нужна только ваша убежденность все ваши переживания бодрствования глубокого сна пребывания в самадхи его не самадхи это переживание вашего сознания они не отличаются от него ваш случай подобен получение денежного чека и ожиданию его обналичивания ваше знание чисто интеллектуально без реализации в этом мире каким бы значительным не было какое-то событие это всего лишь новость если вы не знаете что есть что значительного в этой новости как может убежденность в себе случится с кем-то кроме самого и швары в отсутствие вашего чувства бытия был ли бог истинным или ложным для вас есть миллионы ищущих но сколько из них достигли самореализации это знание вашего собственного истинного я не чье-то еще всегда осознавайте свое сознание которое сейчас слушает это стопы сангуру когда мы принимаем себя за тело из этого утекает длинная цепочка счастья и несчастья это страдание признак ума который отождествляется с тела тот кто убежден что не привязана к телу не страдает в глубоком сне вы не знаете мужчиного или женщина поэтому вы не испытываете несчастья и несчастья без тела ума вообще нет никаких переживаний без ума нет ни боли не нужды и удовольствия компания тела ума иллюзорно но несмотря на это он настаивает на том что вы тело и соответствующим поведение без ума нет свидетельствования чего-либо и нет переживаний более удовольствия чтобы остановить ум следует почитать стопы куру вы ничего не знаете о своем рождении кроме того что вам говорили другие он рассказывает вам о прошлом настоящему будущем которые на самом деле к вам не относятся это решение ума который заставляет вас вести себя соответственно она рассказывает вам о миллионах ваших рождений хотя вы не испытывали ни одного из них разве вы знаете что-то хотя бы об этом рождении любой опыт иллюзия когда вы разовьете убежденность что вы не тело ума обман станет очевидным религии людей не что иное как традиционное поведение разве есть хотя бы одна религия без обычаев и практик даже джня не должен следовать определенной традиции пока он не пройдет через определенное состояние вы должны применять и веку который означает развлечение между реальному нереально пока счет не сравняется иначе покоя умиротворенности не будет помните что вы не тело ум а тот кто их сознает когда вы будете знать что вы не такие как описывает ваш ум вы реализуете нерожденный атман лишь единица достаточно удачливая чтобы остановиться и подумать что они знают о себе не со слов других постепенно отказывайся доктрина ума вы учитесь полагаться на свое прямое знание лишь те кто просыпается слушая слова гуру могут осуществлять веку после разрождествления с умом у вас возникнет видение вселенной вы должны повторять данную вам мантру круглосуточно чтобы очистить ум тогда он будет следовать вашим командам пусть он направляет внимание на истинное я это уничтожит он и к вам придет видение вселенной ваша истина и я заполнит все существование в полноте и целостности нет переживания блаженства это состояние невозможно наблюдать со стороны что он наблюдали до вашего рождения есть великие ученые но могут ли они выйти за пределы своего ума там где есть ум есть и жизненное дыхание а где и жизненное дыхание есть и сознание для истина знающего интересно растворение жизненного дыхания счастье и блаженство этого момента уникально и известно только самореализован страх смерти просто выносим когда прана покидает тело разве тело страдает все действия это действие прана который вы считаете свои разве есть какой-то ум без праны в отсутствие ума тело не страдает это означает что у нас сам отождествляется с телом куда уходит атмана когда прана покидает тело и она падает но люди говорят что атман ушел ваша истинная природа должна стать абсолютно ясной чтобы достичь этого вы должны повторять гуру мантру как советует мудрецы что вы такое без праны когда тело и прана отсутствует кого вы будете называть мужчины или женщины ум отождествляется с телом что приводит к счастью и несчастью а также к смерти все это игра концепций если вы избавитесь от концепции я тела вы насладитесь торжеством свободы уже в этой жизни те кто игнорирует ум и реализовывает себя получают пищу и воду без всяких усилий пусть он помнит гуру и повторяет мантру тогда он раскроет вам все свои тайны он станет свободным и вы сами почувствуете свободу пусть повторение мантры продолжается пусть ум и прана повторяют снова и снова я нерушим и вечен тогда он исчезнет и на его месте проявится брахман отождествление с телом единственное препятствие веды которые вне любого языка использует язык чтобы говорить меда означает речь и бреда это слова больного он стал преданным богу благодаря болезни в этом мире не соревнуйтесь ни с кем когда вы погружены в свою мантру все остальные забывается может ли тот кто гордится своим знанием слушать это эта гордость не уйдет пока человек считает себя кем-то вера слова гуру должна быть тотальной и однонаправленной если вы считаете себя истинным преданным все остальное за исключением истинного я должно исчезнуть здесь нет ни меня ни вас это почитание не дань уважения это признак единости в духовности не обращайте внимание на различия каждое слово написанное джиняне шварей свято почему он оставил свое тело всего в 21 год жизнь в мире не может принести покой приходится искать компании того кто за пределами когда вы убеждаетесь в этом это уже невозможно забыть сознание себе мужчины или женщины указывает на отождествение с телом они на единство с атманом хотя бы ненадолго попытайтесь отделиться от тела тогда в дальнейшей духовной практике не будет необходимости что такое ожидание и какова природа того кто ожидает чего будет ожидать тот у кого нет ни цвета ни формы мы должны правильно понять несовершенство у нас правильное знание означает свободу от неполноценности продолжайте изучать что-нибудь до 40 лет это даст вам энергию жить не нужно стесняться признавать незнание истины наше сознание позволяет нам говорить о состоянии вне сознания без него никаких разговоров бы не было очень важно узнать тайну сознания погрузившись в его внутренний свет и слившись с ним появление сознания не было результатом нашего желания она возникла спонтанно благодаря нему мы узнали о своем существовании когда мы не знаем что мы есть это состояние называется ниргуна то есть без качеств когда вы становитесь едиными со своим сознанием полностью погружаясь в него она отдает вам все свое знание ваше сознание это то что слушает сейчас пять элементов соединяются в соке пищи которые дают вам память и я есть узнающего это нет чувство я есть он предшествует сознание у него отсутствует сознание я когда мы благодаря своему сознанию узнаете что вы есть во мгновенно отождествляетесь с телом и живете как тело только указание гуру может стереть неправильное отождествление теперь начните считать себя сознанием и медитируйте на него когда вы совершаете какие-то действия вы всегда помните что нужно сделать вы чувствуете что поняли что вы такое на ваши привычки привязанность к телу мешает вам отбросить привычку значит осознавать что вы не тело постоянное памятование слову гору постепенно поможет избавиться от этой привычки с вашего так называемого рождения вы разве и ощущение единства с телом который может уйти без вреда для тела если вы будете следовать гуру здесь нет никакого учения просто направляйте внимание на то что слышите простое слушание принесет вам счастье после слушания живите как живи многие рекомендуют различные практики приносящие людям пользу но я не считаю это необходимо я рассматриваю всех как себя я вижу вас такими какие вы есть но вы считаете себя такими какими кажетесь если бы у вас не было сознания могла бы у вас появится идея того что не имеет качеств нет никаких признаков которые могли бы помочь узнать ниргуна несмотря на качество как она может оставаться ниргун и и как сознание возникло из нее все это должно быть поздно в отсутствие верного знания сознанию приходится возникать снова и снова различных формах пока истина не будет поздно на подружитесь сознанием и посчитайте его с любовью это очистит его его ясно увидите функции трех кун вы узнаете то что невозможно создать и обретете вечный покой появление вашего бытия было названо рождением и это астральное тело помимо указаний и гуру ничто не может убрать отождествление с тел простая фраза я чистый читание брахман позволит вам выйти за пределы всех ограничений единственное что потребуется это полная вера в гуру его слова с каждым дыханием состоянии блаженства повторяется гуру мантра вера и мантра работают вместе чтобы поправить астральное тело в бестересном состоянии нет ни вспоминания не забывания тот у кого нет никакой формы кроме слова кур проживает эти слова с каждым дыханием затем с каждым вдохом и выдохом спонтанно начинает повторяться мантра суха целая вечность вы пребывали в состоянии ниргуна там не было никакого забывания поэтому и не было нужно что-то вспоминать преданные ниргуни это преданный гуру что то же самое что преданной себе истинная остается одним и тем же без изменений интеллекту там не место когда есть неразделенная преданность гуру никакая двойственность невозможно ваш гуру указал на параматмана как на вашу истинную природу и это происходит спонтанно и без усилий ваша твердая вера в гору подготовит вас к этому гуру это говорящий брахман и свидетели всей чейтани в котором сокрыта целая вселенная разве может быть иначе это чудо что в крошечном семени существует потенциал большого дерева в ниргуни сознание дремлет его содержимое это весь мир который внезапно проявился мы думаем что наш гуру это его тело также как считаем тело на себя как с такими неправильными представлениями можно реализовать себя только тот преданное чьи сознание едино сознанием гуру может достичь самопознание ваши твердые веры в гуру необходимое условие чтобы вы могли быть уверены в том что крошечное сознание содержит в себе целый мир следование своему гуру с полной верой единственное условие простое прочтение множество писаний никуда вас не приведет это может помочь вам побеждать другие в дискуссиях и усилит ваше река в конечном итоге вы должны достичь состояния в котором пребывает ваш гуру чтобы все ваши проблемы и неприятности закончились никогда не забывайте слова гуру о том что брахман вечен помнить гуру значит никогда не забывать его слова и сама это уже истинное знание так свет знание будет сиять ярче пока не погаснет также существует проявление нашей истинной природы которые вне тела она остается неизменным и не нуждается в сохранении все это возможно и легко доступно когда уходит привычка отождествление с телом это привычка главные препятствия чтобы убедиться в том что вы никогда не рождались нужно узнать что родилось и почему также как целое дерево содержится в латентном состоянии в крошечном семени так и все необходимое знание содержится у вас через слова гуру она раскрывается и становится безбрежно кто-нибудь когда-нибудь видео берега или пределы пространства как можно ограничить безграничное помните что это ваш свет распространяется и становится пространство мир видится вашем сознании как у бодрствования так и во сне у кого самые высшие духовная цель великий гуру убивает индивидуальность индивидуальной души и все большое дерево возвращается в семя вместе со своими ветвями фруктами и стволом ваш гуру говорил вам что вы не ограничены своим телом а занимаете все пространство целиком это должно стать вашей собственной верой свободной от каких-либо сомнений что значит стать целостным или не иметь желание чтобы узнать смысл этого надо стать этим тот кто узнал это захочет ли он отправиться вай кунху я именно такой как сказал мне мой гуру не беспокойтесь о том что вы можете сделать и чего не можете в духовности ваше положение вероисповедания не имеет значения неважно даже мужчиного или женщина участвовали его в создании своего тела которые приняли как свою форму параматман знает это может ли как-то помочь знание фактов находящихся в совершенном порядке кришна сказал я сам делаю все это означает что параматман единственная реальность и без него ничто не будет происходить ваш ум подобен внезапно возникшему жару все ваши действия направлены на то чтобы выносить этот ум он становится все более и более назойливым сформирование вашего тела появилось чувство бытия и ум это его язык во время глубокого сна он отдыхает после пробуждения вы отправляетесь за вещами которые по вашему хороши для вас почему на самом деле только для того чтобы уменьшить беспокойство ума каким я был когда ума не было ума много имен одно из них активный брахман до ума был целостный брахман без сознания и без чувства бытия все живые существа знают пара брахман тогда не было ни ума не потребности не было также не бытия не не бытия когда вы поймете что почитание брахмана эта радость ваша печаль и закончится сбитые с толку первичные иллюзии вы боретесь за свое благополучие чтобы не представлялось вам вас в этом нет вашего рождения другая высшие цель ваше появление форме не результат ваших действий в нем не задействовался не ваш интеллект не ваши силы вы были просто свидетелем это даст вам какую-то идею о том что кришна имел ввиду говоря я тот кто делает и поддерживает кто создал мир сновидения в недвижимом возникло крошечное движение и сновидение бодрствования создала сновидение это видение было иллюзорным видение означает знания сновидение множество действий они реально кто создал мир сновидения и этот мир бодрствования вы думаете что вы это ваше тело поэтому верите что ваш создатель время в действительности время это ваше собственное творение когда началось время если не с вашим пробуждением кто удерживает мир в целости вместе с солнцем луной и звездами тот кто его видит на это указывал кришна говоря я удерживаю сохраняю всю вселенную время означает перевод или длительность появление бодрствующего состояния дало начало времени все существование это содержимое вашего сознания которые длится определенное время кришна говорил я свидетель всего происходящего поскольку он сознающие сознание он отвечает за все поведение любого это поведение времени соответствии с качествами сатвы раджаса и тамаса именно время контролирует людей используя их желание и стремление с чувством бытия возникает ума вся деятельность когда сознание ума нет нет и чувства бытия брахма хари и шанкара просто именно ума все это ваше повествование как параматмана вы стали сознавать только с появлением времени но ваша проблема это отождествление с телом за который вы так крепко цепляетесь во времени есть двойственность но вы единственны вы до нее поэтому вы свое собственное доказательство нет никакого второго в состоянии недвойственности вы тот кто осознает ум и вы не можете быть умом надежды желание и стремление возникает благодаря времени но каждый считает их своими собственными действиями когда ваше стремление приводит к вашим решениям разве их можно считать отдельными друг от друга ваша любовь деятельности сковывает вас и железная клетка влечет вас так как будто она сделана из золота другими словами ваша любовь к бытию это ваша клетка когда приходит ум возникает нужда в пище доме жене вам могут нравиться ваше стремление но знаете что это природа времени и беспокойство ума сознание называется брахманом и миллионы его рождение происходит каждый день время контролирует все действия этого мира но вы вне времени функции времени создавать махатму и заставлять индивидуумов верить в свое величие вы прежде сознание вы безвременны информация о брахмане и пара брахмане это ваша собственная информация даже теперь ваше отождествление с телом сохраняется вопрос не в том чтобы что-то отбросить а в том чтобы осознать что это в теле присутствует ужасный жар и очень яркий свет который можно выносить благодаря ханашьями и мекхашьями закрытыми глазами ничего не видно но вы видите глубокий темно-синий или черный цвет и описание которых используется приведенные выше санскритские слова это также называется хана него очень холодная обладающие способностью сохранять все это темное поле так огромное что множество миров играет в нем как пылинки вам нужно только знать так ли это на самом деле вы что хотите отложить это знание на время после своей смерти когда вы слышите эти слова у вас должно возникать чувство о это и правда так этот мир так огромен а тот кто его видит меньше атома это станет ясно для вас только когда вы начнете почитать слушающего забудьте все что видится и медитируйте на того кто видит каково ваше настоящее знание если вы в чем-то не уверены не принимайте это как истину каково ваше истинное знание каково ваше собственное прямое знание которое вы не получали от кого-то еще ваше благосостояние увеличится если уменьшится надежда и желание ваше сознание означает внезапное появление чувства бытия в нем бесконечные вселенной кто его сознает кто его отец видимая или видящий когда жизненное дыхание будет покидать тело не говорите я умираю иначе будете продолжать появляться в различных формах то есть перерождаться с точки зрения джиняне нет никакого астрального тела тогда кто умирает и кто перерождается шрифхаус сахип махарадж хлопнула в ладоши когда жизненное дыхание покидал его тело что еще это может означать кроме нерушимости истинного я свобода возможно пока есть тело разве животные могут это понять разве у них есть интеллект сколько дней требуется для следующего рождения когда после одного сна возникает другой он может возникнуть сразу помните что бесстрашные живут дольше пугливых я имею ввиду страх смерти какова суть всей духовности узнать вашу жизнь такой какова она в реальности все нужды происходят от нашей первичные нужды существовать мы должны узнать свои истинные места во всем этом если у нас какая-то вечная истинная форма если да то что она такое если нет то почему мы должны узнать все это санскритское слово авастха означает приходящие фазы или меняющиеся состояние которое изначально отсутствует и возникает позднее в жизни наше существование как мужчина или женщина связано временем наше влечение к богу и религии тоже приходящие фазы она работает как доза лекарства для поддержания хотя никакое состояние не длится долго и не остается неизменным мы склонны верить в обратное лишь единицы среди миллионов полностью осознают эту изменчивую природу главное состояние сознавать свое существование которое приносит беспокойство следует обрести истинное знание того что постоянно вы не можете понять это не в бодрствование не во сне не даже в самадхи все это состояние связанное временем и непостоянное наше чувство бытия которого не было ранее теперь появилась она закончится тем что называется смертью смерть означает отсутствие сознания своего существования поймите что никакие наши воспоминания не сохраняться навечно и освободитесь сознание в любой форме связано временем поскольку это временное проявление сознание не знает о своем существовании пока не проявится в какой-то форме чувство бытия это качество любой живой формы состоящей из эссенции пищи когда жизненное дыхание покидает живую форму она перестает сознавать свое бытие только живая форма сознает мудрец тот кто полностью осознает что он такое когда времени воспринимается только его общество поможет разгадать все ваши загадки другие только думают и выражают свои догадки вы безумно привязаны к своему чувству бытия люди повторяют мантру миллион раз чтобы жить дольше теперь вы осознаете свое существование но вы должны были существовать и до этого разве нет то существование было без сознания тот кто не сознавал теперь стал сознавать в отсутствие сознающего кто может сознавать говорят что мир не настоящий и узорный когда и почему потому что ваше сознание не вечно а ваш мир зависит от него ваше сознание семя вашего мира она появилась как росток который затем распространился и стал огромным пространством был ли какой-то мир до сознания проверьте еще раз свет сознания это свет солнца и луны в этом мире темной ночью увидите сон на солнечном свете разве видится не сон бодрствования не 7 дня сознание означает ощущение своего присутствия все имена даются сознанием объектом видимо в нем на местном наречии маратхи языке махарашты 7 называется биджа 7 обладает способностью создавать что-то своего вида у каждого живого существа есть сознание которое есть 7 махадевы каждое существо растет пока не станет способным создать существо своего вида с отбору это тот кто обладает полным знанием себя он также знает источник сознания несовершенной по своей природе ну что кришна говорил дети его собственная информация они чья-то еще он сказал что существует только он сам и все формы его величие кита уникальна решу и денис возникает интерес к после того как они не услышат или почитают ее тот кто погружается в нее получает очень важное прозрение в нее можно погружаться глубже и медитировать вы должны абсолютно верить свое сознание которое есть стержень этого тела и этого мира если вам нравится слушать эти беседы для вас не будет перерождений но людям нужен бог хотя бы для какого-то удовлетворения они не знают что вечно удовлетворенность только в собственном истинном я который принадлежит каждому по праву те кто отождествляется с телом должны снова и снова бороться за удовлетворение желанием нет предела они не подпускают удовлетворение близко истинный бхаджан погрузиться глубже в эти слова и медитировать будет ли важен бог если никому будет услышать о нем почитайте сознание в своем сердце если вы сможете медитировать на свои истинные я вы сможете реализовать его в бодрствование сиди комфортно если сможете оставаться безмолвными это и будет величайшее почитание даже духовным словам не место в такой тишине даже ваше чувство того что вы махадева отделяет его от вас даже действуя в этом мире мудрец не чувствует что является кем-то почитайте то что существует до вашего чувства бытия эти слова текут как и как анг а ганга вытекающие из головы махадевы было духовным знанием они водой пока вы видите что связаны временем вы не сможете сделать ничего что длилось бы вечно лично и нельзя забыть бесконечные числа и устройства в этом мире не могут снять покровов со стеной а они только усиливает его то что вам является или видится не может быть вечным тот факт что вы не мужчина и не женщина не относится к знанию мир он в ней мира когда вы обретете знание себя для вас все станет священным совершение омовения во всех местах паломничества всего мира не поможет избавиться от невежества мантра это комбинация слов с определенным значением и целью но даже она не сможет освободить вас от невежества ваша благотворительность и подаяния тоже не смогут помочь если вы совершаете различные добродетельные поступки ваша подготовленность к самопознанию не улучшается ваша эскиза и страдания становятся излишними может помочь только сознание имеющие полную веру куру и готовность следовать его словам что такое это сознание это то благодаря чему вы переживаете состояние бодрствования сна свет этого сознания это ваш собственный свет но не как человек человеческое сознание это нечто великое благодаря которому мы сознаем свое существование благодаря ему вы видите мир в своем сердце ничто иное не может быть важнее или выше наивысшее пользу сознание стать точно такими как говорил гуру с полной верой сознание существует благодаря тело но у него нет тела это способность помнить слова гуру с полной верой что это такое то что бхагон кришна называет своей формой это бесформенное сознание в теле вы помните множество вещей но кто содержит ваше внимание и все ваши воспоминания кто тот кто знает все даже не пытаясь знать конечно говорит это мое сознание тело или его уши не слушает слушает сознание она сознает даже самадхи но самадхи о нем не знает будет достаточно если вы сделаете это сознание своим с полной верой никакие ваши действия не помогут вам реализовать вашу истинную природу ваша собственная истинная все действия относятся к дождествованию с телом они не могут выйти за его пределы если это сознание каким бы маленьким она ни было отсутствует тогда индивидуальная душа мир и брахман теряет его поддержку мы не что иное как это сознание по крайней мере перед сном напоминайте себе что вы чистые сознание если у вас действительно получится это сделать какими вы проснетесь то что доступно не содержится в духовных практиках поэтому с их помощью его не найти кто говорит что сознание существует тот кто говорит это сознание кто знает время а также день и ночь и это само сознание которое кришна назвал своей формой если кто-то убедиться что его и ее рождение и узорно то различные концепции закончится сознающий недолговечного вечный целостный брахман быть без ракху и или рамы значит быть без знания себя быть истинным преданным значит быть свободно он почитает бога и поет хаджаны но не сомневается оризонной природе всего видеть бога истина значит знаешь что видящие видимое одно в отсутствие проявленного кто будет говорить о непроявленном поэтому и сагуна или проявленная и ниргона и непроявленное не существует адмаджняна это знание о нашем существовании если вы найдете прибежище в словах сад гуру для вас не останется ни рождения ни смерти ваша истинная природа образ гуру если вы станете единым с этим образом для вас не будет никакой мая только брахман каковы слова гуру вот они вы бестересные бесформенны свободно от деяний рождение и смерти ваша вера в слова гуру раскроет истинную природу мая не как приводящую к проблемам а дающую помощь духовным ищущим кто слушает слова гуру сама светящиеся невидимое сознание использующие уши чтобы слышать это образ гуру если вы станете одним со словами гуру знание себя также мои придет спонтан стать одним а означает не думать больше ни о чем только во сне можно не помнить гуру его слова чтобы стать по-настоящему внимательным требуется правильное посвящение в теле любовь к себе сама светящиеся и самоподдерживающие все имена даются только ей медитируйте на свое сознание которое сейчас внимательно слушает позвольте своему вниманию наполнится любовью вы поймете все напрямую через сознание кто следует всем традициям это ваше дорогое чувство бытия кто не любит сознание если его не будет кто будет любить и поклоняться мы есть это сознание мы есть эта любовь и мы есть это счастье сила почитания гуру зависит от всего этого отдайтесь ей полностью истинная самоотдача быть одним из тем кому отдаете себя если вы поймете что это сознание сияет непрерывно подобно солнцу тогда загрязнение от отождествления с телом исчезнет мы едины со всем существованием направьте внимание на то что всегда присутствует круглосуточно вы должны страстно желать этого активное сознание воспринимала миллиарды воплощений в это время которое всегда течет мало кто осознает величие учения гуру вы связаны с ним как свое собственное истинное я через почитание его великие становились мудрецами помните слова гуру ты есть брахман вы крошечное сознание ставшие целой вселенной вы сознаете мир только когда есть сознание термин брахмана которым она обозначается указывает на его бескрайность это тоже сознание благодаря которому вы сознаете свое существование бессмертная истинная не ограничена временем жизни она наполнена покоем это океан радости без сознания не было бы ни дня ни ночи она не забывает вас даже если вы идете себя как тело тот кто реализовал себя становится брахманом его слова могут спасти мир образ это отображение оригинала ваше сознание это образ гуру любите свою любовь к существованию вы любили столько вещей но любили ли вы то что любят вы должны стать достойными верой этого сознания когда она даст вам все и вы поймете что знаменитое высказывание кришны это ваше собственное высказывание знающие прану и сознание не видим природа ума забывать но знающие сознание всегда пробужден даже во сне тот кто знает что все действия связано временем не уничтожим помните это вы становитесь тем о чем думаете в конце сознание есть пока про на связано с телом когда про на уходит сознание становится бессознательно что вы теряете в этом случае сознание первое что-то знает и затем побуждает тело действовать как требуется сознающие сознание джиняне наше сознание зародыш вселенной наш мир и вселенная происходит из нашего чувства бытия мы можем сказать что джиняне существует пока в теле есть жизнь его вечное состояние безымянно мы называем его параматман тот кто контролирует все действия имеет форму вселенной ему не нужна причина чтобы действовать гордость за свой духовный уровень как идеи самопожертвования должны уйти быть без слов значит пребывать в самадхи ваш интеллекта не поможет вам реализовать пара только тот кто готов слушать и меняться может исправить себя каким было ваше знание до того как вы что-то выучили были только состояние бодрствования и сна затем в она собирали знания слушай и читай единственная задача человеческой формы реализовать брахман никакие другие формы не могут это сделать поэтому почти все статуи в храмах имеет человеческую форму шабду его существование могут познать только человеческие существа здесь шабда означает брахман и существует в виде сознания существование брахмана очень заметно в человеческих формах но у людей не получается реализовать его из-за своей гордости и привязанности к тел если вы будете держать в стороне свое я и ум в теле останется чистый брахман сознание в теле это брахман но шутка в том что ложное отождествление с телом пытается найти его брахман не тело но сознание поэтому единственное что нужно сделать избавиться от отождествления с телом знает и тело ваше сознание тело создано из материи пищи в отсутствие брана это труп как она может знать сознание более удовольствие ощущаются в отверстие брахма на макушке головы когда придет понимание того кто знает сознание более удовольствие больше не будет в теле не останется ничего кроме чистого брахмана не пытаясь ничего знать женя не чувствует мерцание брахмана сознание в теле бог всего сознание содержит в себе пространство воздух огонь воду и землю сознание в человеческих существах действует пяти способами и в нем нет ни мужчины ни женщины благодаря телу мы осознали свое существование и наконец пришли к вопросу что такое брахман и как его познать но что отождествляется с телом если не сам брахман по ошибке брахман не может познать себя ни в каком другом теле кроме человеческого единственная проблема отождествления с телом наше знание подразделяется на пять типов прикосновения слышание видение вкусы и обоняния знает ли тело что-либо только брахман знает все человеческая форма очень важно из-за своего потенциала к реализации высшего в существовании поэтому позаботьтесь о том чтобы использовать каждый миг для медитации чтобы прийти к самореализации ваше сознание когда она пробуждена это копия параматмана это проще для тех кто воспринимает сознание как ишвару и остается погруженного него для них сознание это проявление ишвары это их собственная форма они никогда этого не забывают как вы связаны с атманом или вашим сознанием это ваша истинная форма и истинная миллионы имен используется для прославления сознания вездесущего и недерима познавшие сознание становится подобным детям может ли кто-то относиться также к своему чувству бытия если да тогда нет нужды в повторении мантр и и каких-либо практиках присутствует ли у вас что-то излучающие свет помимо вашего сознания тот кто действует с этим осознанием всегда пребывает в медитации на истинном я знающий сознание параматман сознание его образ или доказательство того что он есть наше взаимодействие с разными людьми или объектами приводит к привязанности эти пристрастия создают воспоминания и память о них вызывает беспокойство и проблемы быть бодрствующим и без слов значит пребывать в своем чистом истинном я ваше сознание это зародыш видимого мира это космическое яйцо создающими в обычной жизни ваше развлечение жениться завести детей и так далее в духовности у вас есть различные практики которые также вас развлекают все мудрецы говорят что простого слушания достаточно для освобождения что было услышано само наше сознание является картиной мир зародыш это то из чего невидимое становится видимо если хоть один человек который уверен что его тело свободно от греха если вы сами не уверены как другие могут быть уверены в вашей чистоте если вы уверены что вы чистый истинный я ваше общество будет благословением для других когда вы познаете себя как чистый брахман вы также познаете чистоту своего тела это результат следования наставлением гуру с полной верой и убежденностью когда кришна сказала что все его проявления разве это не было выражением его знание себя разве кто-то еще говорил это с таким же мужеством тот кто есть сама душа смерти не может умереть это слова космического яйца в котором был создан этот мир считать тело своей формой совершенно против дхармы ваша дхарма оставаться собой у вас должна быть такая убежденность мы должны понять как связано с атманом отношении можно поменять с помощью повторения мантры поедине зависит от вида изменения ума быть в чистом бытии значит быть без видоизменения ума тогда приходит вдохновение быть брахмана наше тело пища сознания слова текут благодаря пране или уму если вы вспомните все это в конце смерти не будет будет только отделение про на тело для мудреца смерти нет потому что у него нет надежд желание и стремлений как вы опишите сознание становящиеся не сознающим невежно скажет что он умирает когда про на покидает тело это результат того что он не видит себя по-настоящему на самом деле в конце приходит великая радость время когда мудрец оставляет тело священно даже восход солнца не такой священный как это время поэтому день ухода празднуется преданными каждый год вы должны решить сейчас какими будете считать себя в момент ухода будете ли вы считать труп своей формой решите прямо сейчас потому что станете тем чем будете считать себя в конце не нужно никакого иного вдохновения кроме полноты блаженства и целостности вы будете пребывать в том состоянии каким считаете себя такими какие вы сейчас вы останетесь до своего конца ваше представление о том что вы что-то делаете абсолютно можно от рождения до смерти все делается чтобы наилучшим образом использовать время в жизни высшей лицея самопознание ими никогда не будет правильного порядка вещей и учителя и те кого не учат должны будут уйти основные религии не что иное как чувство и вера различных каст и вероисповеданий все деятельность зависит от нашего сознания она не первично она приходит и уходят память о том что есть который раньше не было теперь присутствует что еще у вас есть кроме этого с приходом знания себя не остается никаких представлений о том чтобы становиться лучше или хуже в будущем все это для вашего знания самадхи нет никаких воспоминаний состояние бодрствования сна не допускает никакого посредничества в отличие от других состояний голод и сон могут случиться в любое время в отсутствие голода и других нужд не было бы никаких действий байбай говорят что великий человек остается безмолвным хотя много знает он знает тайну рождения почему и как вы должны знать как вам было навязано ваше сознание и когда вас обвиняют в том что вы родились но почему и как нерожденное всегда остается нерожденным вы дышите потому что вас присутствует то что не нуждается в дыхании ваше дыхание указывает на его присутствие когда вы просыпаетесь она уже здесь прежде его их слов и мыслей смысл нашего существования когда нет слов верю в единство с ним для всех есть лишь один атман называемый параматман если внутри вас внезапно возникает тишина то это благодаря ему это указывает на его присутствие в глубоком сне функционирует прана в которой нет никакого смысла поскольку у прана нет сознания быть бодрствующим значит знать о своем существовании наше истинное бытие единство с параматманом слово сухом означает то со я есть хам три качества указывает на три типа поведения на санскрите они называются гонами которые действуют во всех живых существах наша истинная природа спонтанно нам не следует обсуждать чьё-либо поведение но это возможно только для того кто знает о комах люди с качествами раджаса и тамаса не развивается они критикуют других и вмешиваются в их действия если кого-то одного хвалят это воспринимается так как будто остальных критикует в действительности сознание одно и то же независимо от различия форм их числа бесформенная дает жизни всем форма когда возникает вкус я или память я есть и и любовь к существованию это сознание любит себя и поэтому обсуждает хорошее и плохое все происходит благодаря любви к себе и ради нее мы знаем о своем существовании даже не говоря об этом она окончательно познается как параматман после его достижения все похвалы и критика заканчивается когда один и тот же параматман видится во всех живых существах он или она видит себя свободными от всех обязанностей и действий вы должны хранить свою истинную природу внутри в качестве активного брахмана сама ваше бытие причина всей вашей поле и удовольствие если вы уверены в том что я есть то все боль для вас не будет отличаться от удовольствия все что вы видите вообще никогда не случалось не превозносите не критикуйте других даже если от этого будет зависеть ваша жизнь в отсутствие других кого вы можете превозносить или критиковать пока вы считаете себя кем-то для вас всегда будут и другие тот кто нашел смысл своего существования ни в чем не нуждается и не озабочен личной выгодой дойдите до самого конца в исследовании своего существования но даже один из миллиона не решается это сделать необходимо знать смысл своего существования на того кто его знает ничто не может повлиять тогда сознание сливается со знающим его состояние за пределом сознания или вечернян он реализовал свою истинную природу как пара брахман узнайте кто вы прежде своих попыток узнать себя хотя бы сделайте первый твердый шаг к пребыванию сознания все ваши действия случаются спонтанно и будут продолжать случаться ваше утверждение что вы что-то делаете абсолютно важно мои не что однако она ответственна за разрушение вездесущее сознание не приходит и не уходят то есть у него нет движения ощутить это сознание ощутите где она и когда это сознание непрерывно и неделимая дает рождение маги то в чем отсутствует чувство бытия внимание вы непрерывное сознание когда это сознание знает о своем существовании знающего называет индивидуальной душой когда вы узнали о своем существовании вы влюбились в него до безумия это любовь ваше сознание появилось из неведения это первичная иллюзия сознание везде но ему требуется физическое тело чтобы что-то знать в теле центр сознания называется брахмаранха это воображаемое отверстие на макушке головой тело это его нельзя считать своей формой вы только сознание и природа света вы должны посчитать свое сознание называя его гуру который бесконечно безграничен из-за того что вы считаете себя телом вы желаете плодов деятельности трех качеств свет сознание стал и фильмом и актером и режиссером наше сознание это и швара а наша любовь к существованию самые сильные магии этого мира пламя горящие подряя горючим у нашего тела называется вселенским огнем из-за памяти о нашем существовании возникло пламя и она проявилась как мир в основе нашего бытия вселенское сознание мир всегда кажется очень старым тому кто сознает его в действительности мир возник вместе с вашим сознанием это случилось благодаря мая которые хотя и ничто ответственно за дикое разрушительное действие когда наши чувства бытия меняется все меняется вместе с ним что вы скажете если она исчезнет помните мертвец что его больше нет что произошло память забыла саму себя вот и все если вы не знаете что вы есть что тогда можно сказать тогда нет неправильного понимания бытия или небытия и это называется пара брахман у любой памяти есть временной предел поскольку она контролируется временем знание истины превращает несведущих мудрецов мы планируем совершить те или иные действия но когда сознание уходит что остается все это игра слов использующие разные слова смысл слов тоже не имеет формы в отсутствие тела когда нет чувства бытия есть только вселенское сознание все ваши титулы такие как махатмы или садху это ваши собственные притязания все я сказал достаточно даже если вы осуществите на практике хотя бы одно предложение из всего сказанного и этого уже хватит только тогда вы узнаете что такое смерть шри кришна познал себя еще до появления каких-либо гору но по традиции он следовал гору пока ваше сознание существует вы должны выходить за пределы его нужд милость атмана необходима для развития вкуса к преданности тот кто обретает покой познав себя мудрец помните хотя бы что ваш потенциал стать мудрецом и держитесь подальше от того чего можно избежать благодаря обществу мудреца абсолют раскрывается для того кто жаждет познать себя это жажда помогает слышать слова садгуру и понимать смысл его слов абсолют наша собственная истинная природа хотя он редко реализуется он всегда полон и не становится больше или меньше его реализовать проще если следовать указания мудреца нет никакого теста чтобы проверить абсолют поскольку использование ума интеллекта не подходит для этой цели и своего прямого знания опыта я говорю вам что это редкое знание возможно только если слушать мудреца и находиться в его обществе я достиг вышива через садца то есть общество мудреца который вездесущ но презирается невежественными людьми откуда взяться гордости если тебя попирают в обществе мудреца кажется что в мире идеальный порядок тогда разница между плохим и хорошим исчезает в течение дня мудрецу ничего терять и выгадывать у него нет комментариев по поводу происходящих событий жизни смерть есть для каждого каждое живое существо склонно становиться тем чем себя считает с каждым проходящим днем когда вы замечаете отсутствие меня и моего вы встречаете мудреца в себе весь мир следует ведомо подобным описанием но они не могут показать абсолют из нашего существования без чувства бытия появилось это бытие за ним мир мир наши чувства бытия возникают вместе исчезает вместе в абсолюте мир может быть полон беспорядка и хаоса но кто освещает его разве не тот кто осознает все что было первым слова или тот кто его знает миру предшествует милость сангуру он раскрывает вам вашу вечную природу ученику остается реализовать ее и стать одним сангуру мудрец тот кто обрел покоя погрузивший в себя остальные беспокоится о своих нескончаемых потребностях венах говорится что тот кто верит в смерть оскорбляет бессмертный пара брахман такой человек перерождается индивидуальные души живут только для того чтобы однажды умереть теперь ваша очередь сказать мне как вы понимаете смерть когда вы вот-вот оставите тело и ждете остановки жизненного дыхания помните что вы не умираете все что вы в этот миг переживаете эфемерно и зависит от вашего дыхания только когда вы реализуете слова гуру вы поймете что такое смерть никогда не проводите никакую аскезу повторение мантра или другие практики с целью получить какую-то заслугу помните что вы всегда были прежде 1 увиденного вами дня пробуждение утром это восточное направление но тот кто пробуждается предшествует им без милости гуру невозможно достичь абсолютно вы всегда присутствуете до того как можете об этом заявить ваша речь означает ум и жизненное дыхание проснувшись утром вы начинаете сознавать себя мужчины или женщины вы можете говорить только о том что появляется у вас в уме вы это в чем отсутствует чувство бытия абсолют достигается в обществе мудреца когда вашей швара забывая свое чувство бытия то что остается мудрец когда вы полностью забываете что вы такой-то и такой-то вы по-настоящему отдыхаете забываете не вы это чувство бытия забывает свое бытие истинная природа мудреца свободна от мыслей и воспоминаний это описание поможет вам обнаружить фальшивку раности стеновая вечно все вопросы возникают из вашего отождествления с телом все системы касты и вики и мира прилагаются к телу не катмана как вы будете выглядеть без тела вы пытаетесь подняться по лестнице в небо в своем теле и это невозможно ваше сознание свидетельствует все но кто свидетельствует сознание должно быть такое свидетельствование ведь так ваше истинное бытие свидетельствует сознание она свидетельствует все остальное он и прана бесформенная как тогда сознание может иметь форму пламя существует пока в масляной лампе есть масло также сознание присутствует пока есть тело утром вы просыпаетесь с чистым ощущением я есть она продолжается пока вы не уснете кубоким и сном без сновидений но забывается из-за вашей деятельности отождествление с тел природа моих бесед зависит от того чем я себе считаю пробуждение утром подобно пространству но вмешивается отождествление с телом и начинается деятельность сначала видоизменения ума принимают форму которая действует спонтанное пробуждение утром называется брахман или и швы вы сможете понять эти беседы только если подниметесь до их уровня не иначе где находится он интеллект индивидуальное сознание когда они присутствуют разве они не присутствуют вместе с праной может ли возникнуть какая-то активность в отсутствие прана в действительности вы их свидетель когда прана покинет тело будете либо знать о своем существовании если вы тот кто осознает прану как тогда вы можете быть ей только когда тело и прана вместе вы осознаете себя это беседа не ваша обраны для мудреца нет ни появления ни ухода ни рождения ни смерти в конце его прана уходит пространство а тело распадается на элементы вы сможете слушать эту беседу только если готова к этому когда она будет вам нравится все больше и больше другие быстро встанут и уйдут милости отмена необходима для возникновения этого притяжения некоторые рождаются готовыми другие созревают в нужное время утром когда вы только просыпаетесь вы чистый брахман пока не начинаются видоизменения ума затем вы начинаете сознавать тело это что его покрывает затем вы начинаете осознавать что вы мужчина или женщина и затем отождествление с телом действует согласно образом уме идея тело вдохновляет на действия самое первое чувство существования утром бесформенно и вы и есть она вы должны заботиться о теле но не отождествляйтесь с ним память не может иметь форму как когда ваша память о бытии которые есть как он может иметь форму только невежественные скажет я это мое тело памяти какой-то вещи не может быть этой вещи также память о том что вы есть не может быть вами ваша память о том что тело имеет форму не может быть вам в вашем сознании есть дух величия ему давали имена богов и богинь я называю его стоп и куру погружаясь в него вы узнаете его бескрайнюю природу медитируйте на того кто медитирует осознавайте его только в его присутствии возможно медитация когда говорят я в постели или мне лень кто это знает тело или сознание пламя сознания горит благодаря горючим и телесных соков когда пищи тело готово появляется индивидуальная душа в ней сознание прана возникает одновременно без них нет движения образ пищи тело считается форма индивидуальной души сила сознания зависит от размера и природы формы и качества пищевых соков принимайте свое сознание за бога и держитесь его стоп всегда направляйте внимание на него будьте уверены что вы сознание не имеющие ни формы ни образа нет нужды ходить в какой-то храм поскольку он внутри вас если ваше сознание отсутствует будет ли бог иметь какую-то ценность вы слышали здесь что вы чистое сознание хранить это знание бережно ваше наивысшее достижение подобно тому чтобы достичь бели пока вы только слышали о деле который находится далеко-далеко но вы должны быть там если больше ничего не получается хотя бы посчитайте бодрствующее состояние как только проснетесь вечером перед сном засыпайте со сложенными друг другу ладонями помните каждое слово которое вы слышали здесь совершайте все действия в мире с полным осознанием того что ваше сознание бог это изменит ситуацию в которой вы находитесь и уберет все препятствия и трудности тот кто глубоко почитает бога развивает в себе его качество и освобождается от мирских проблем благодаря ежедневной длительной медитации или повторению мантры со временем вы ясно увидите свой путь впереди тот кто хочет снизить до минимума семейные проблемы и совсем освободиться от них должен почитать бога или медитировать на него счастье в мире не длится долго но радость истинного я вечно то что в вашем сердце невозможно понять с помощью интеллекта но бог знает это жить стоит только для бога внутри он служит вам согласно вашей вере и внутренней чистоте он управляет всем миром и ваши нужды для него слишком незначительны вы об этом не знаете но ваше сознание знает все что было себе не заявляли читрагупта делает фотографии всех ваших действий слова читра означает форме картинки а гупта означает тайна то есть читрагупта означает того кто записывает тайное знание обо всем форме картинок вы можете обманывать других но во внутренней душе записываются малейшие детали человек страдает из-за своих действий пока не придут полное знание свобода почитание бога может уменьшить страдания но не убрать полностью действуя в мире помните что последствия записываются на ваш счет для чистого внутреннего бытия нет никакого страдания тот кто живет с осознанием бога в сердце не сталкивается с трудностями общество мудреца прекращает все несчастья ученика развивается убежденность в том что он и шура уже в этой жизни если вы найдете уединенное место и будете медитировать на свою природу бесформенного светящегося сознания то вы на самом деле узнаете что у вас нет никакой формы все действия тела совершаются праной а вы и твое сознание только свидетель никакие действия не могут затронуть его ваша ошибка считать себя телом и оставаться в грязи разве состояние пробуждения утром ваше деяние разве она не приходит спонтанно вы воображаете тело своей формой и страдаете от моря хотя тело грязно она сияет светом внутри вас свет вас бесцветен это любовь к тому что вы есть любовь к себе это форма бога действуйте в мире считая свою природу бестересной вы должны любить свою светящуюся природу ваше сознание которое задает вопросы о боге и сам бог то что есть бог кажется вам индивидуальной душой из ошибочной веры помните бог помогает тем кто не является своим телом такая помощь приходит без просьб если какая-то причина того что вы начали сознавать свое существование если какая-то причина у смерти вы можете оставить тело в любой миг поэтому используйте свое сознание сейчас наилучшим образом я знаю все поскольку мой куру со мной разве могу я говорить в его отсутствие разве не сознание мой кур у бога может быть тысячи имен но он наша форма я отдал себя тому чью существование ответственно за мое восприятие мир разве будет в чем-то нуждаться тот кто следует словам гору с таким пониманием ваше сознание это форма гуру дэвы бог вас связан из-за вашего отождествления с телом если среди множества преданных хотя бы один кто может освободить бога от этой связанности что ответственно за преданность и преданность ему разве не ваше сознание вы почитаете сознание или она почитает вас вы почитаете поскольку принимаете себя за тело в богине двойственности есть разделение из-за вашего приятия формы если тело или она уходит ведите себя так словно никакой смерти нет будьте тверды в своей бесформенности свободно от проявления ума и чище самого пространства говорите мое сознание или мое чувство бытия это форма бога я не ограничен телом я занимаю все пространство которое больше чем сама вселенная вы должны почитать свое сознание которое также важно как и ваш кур и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и в первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и 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